я давайте разошлем все после можете скринить можете потом получить на почту и еще один важный момент в развитии затоев россии это то что в 12 году была выделена затоев альянсом конкретно российская частота под чипы затоев конкретно в россию то есть россия получила свою 869 частоту и теперь все устройства которые появляются для россии они все естественно это чистоте и соответственно после этого тоже у нас началось лицензивное сертифицирование разных частот и вот в 12 году мы начали возить официально из-за твоих устройств после чуть-чуть после мы начали тоже вести различные семинары то есть вебинары семинары онлайн-встречи врукшопы начинал все это конечно же я еще думаю коллега тоже звали у никита вот соответственно он их начал вести вместе с сергеем сейчас они уже от этого немножко отошли занимаются такими делами занимаемся этим мы с андреем теперь рассказываем вам про за вайве про то как все это работает с участвуем в выставках и соответственно тоже сделано с небольшой выставки ну как небольшой крупной выставки чуть-чуть после также у нас сотрудники есть и в россии и в германии то есть у нас штат расширяется непосредственно это люди которые занимаются разработкой софта и которые занимаются продакшеном которые занимаются маркетингом и также есть еще ребята в германии которые занимаются интерфейсами и разработкой и прошивок тоже буду устройства про преимущества в принципе рассказывать сейчас не буду то что пока еще не все знают что такое вообще за твейфмии поэтому сделаем это попозже или же вы сами поймете в чем преимущество это будет довольно очевидно вот наш кстати стенд его можно в москве приехать пощелкать или же привести своих клиентов и показать этот стенд то есть тут все возможности по сути реализованы то есть это управление освещением и теплым полом и воротами и демирование и управление клапанами различные датчики то есть вообще полный набор так что приезжайте смотрите и показывайте и давайте приступим конкретно к нашему вебинару то есть мы сегодня касаемся тематики умный дом вообще что же это такое как это является опять же это мое мнение лично то есть я думал то что имею возможность об этом говорить потому что уже не первый год работы в этой сфере и видел кучу всего разного и примерно имею логичное и разумное представление концепции умный дом и по большей части умный дом делится на две составляющих то есть это и умный дом и домашняя автоматизация к сожалению в реальном мире в наших реалиях вряд ли можно где-то найти реально настоящий умный дом то есть везде у нас стоит домашняя автоматизация сам концепт умный дом это просто выражение которое упрощает длинное домашнее автоматизация я это просто из упрощения сам по себе умный дом возможно это немножко некорректный перевод тоже английского названия smart phone то есть smart это не совсем корректно трактовку но все-таки давайте чтобы было удобнее мы конвертируем домашнюю автоматизацию в умный дом чтобы так было проще и начнем рассказывать вообще про эти штуки что же такое умный дом умный дом это единая система большая такая система которая стоит в нашем доме которая обеспечивает разные так сказать разные профиты это используется система то есть это комфорт это безопасность это экономия и вот самые такие основные четыре трактовки это охрана автоматизация освещения климат и атмосфера и еще мультимедиа то есть мультимедиа входит не только освещение в доме что такое автоматизация освещения в доме то есть это и базовое управление выключателем то есть включение выключение освещения также диммирование также изменение какой-то подсветки на какой-то цвет то есть если кто знает про светодизайн то там вообще очень очень много точных источников которые имеют собственную программу и которые включаются по своей какой-то уставки то же самое здесь то есть если у нас в нашем дизайне продумано то что у нас есть много источников света которые будут зонально все это подчеркивать, выделять в нашем дизайне, то точно так же и умный дом может и вот этим всем управлять, включая все зонально. То есть это, допустим, используются в каких-то сценариях, где, ну там, допустим, сценарий вечера, у нас включается на кухне не полный свет, а включается, допустим, вот этот, который виден на фотографии, ну, столичность наша подсвечивается. Или же там в сценарии утра включаются конкретно такие-то лампы в нашей комнате на 50%. То есть вот это и есть, по сути, такая автоматизация освещения. Ну, опять же, повторюсь, это не умный свет, который там будет понимать ваши распорядки, ваши привычки, будет в зависимости от ваших предпочтений, от ваших желаний будет делать ту или иную какую-то уставку или программу. То есть это просто вот тоже какие-то предзабитые сценарии. Надежная охрана. Что это такое вообще? То есть... Так, секунду. Надежная охрана это... Здесь вот что-то называется. То есть и пассивная охрана, но безопасность активная. То есть активное отторжение, пассивное от каких-то воздействий, возгорания или там протечки. Или же каких-то... Ну, в общем, форс-мажоров каких-то, которые обычно не происходят в домашних условиях. Максим Пивкин, привет! Как ты дела? Потом расскажешь. И в этой охране подразумевается у нас, что есть датчики различные всевозможные. То есть это для пассивной безопасности датчик протечки, датчик возгорания, датчик разбития окна, к примеру. Для активной это датчик движения, датчик открытия двери, который обеспечивает защиту от проникновения. И, естественно, все это не может просто как-то срабатывать и оповещать. То есть, опять же, нужны какие-то актуаторы, которые будут предотвращать или же как-то минимизировать потери в случае каких-то проблем случившихся. То есть, если, допустим, это протечка, то у нас должно стоять к этому комплексу безопасности еще и клапаны электромеханические, которые перекроются в случае, если начнется протечка. Или же спринглеры, которые будут тоже автоматизированы, если у нас начнется пожар. Или же сирена, которая сработает, если к нам вторгнется неприятель. Также должны быть какие-то оповещения. Причем два вида оповещений. То есть, оповещений и вне ведомственной какой-то охраны, или, допустим, сервисов пожарной охраны, допустим, или скорая та же самая, вызванную службу ЖЭК. То есть, все это должно быть и в том числе должны быть оповещения пользователя. То есть, непосредственно, человека, который живет в этом доме. То есть, это вот тоже все входит в концепцию охраны в умном доме. Приятная атмосфера. Это вообще, значит, тоже довольно-таки серьезный большой комплекс, который очень должен быть динамичным, очень должен быть настроенным, очень корректно и грамотно. Потому что очень-очень-очень много различных вариантов, когда нужно поддерживать приятную атмосферу в доме. То есть, это и повышенная влажность на улице, или, наоборот, большая сухость с низкой температурой, или, наоборот, очень-очень большая температура. То есть, и все это корректно. И, опять же, внутри температура все время варьируется. И если, допустим, у нас стоит датчиков 5-6 в доме, то нам нужно корректно всю эту информацию обрабатывать и приводить температуру примерно в одинаковый фон по всей квартире. И, соответственно, в этом тоже помогает умный дом со всеми его сценариями, со всеми его настройками, которые позволяют связать вот эти все термоголовки, теплые полы, кондиционеры в одну большую сеть, которая позволит всем этим управлять, или же всем этим управляться, независимо от человека. То есть, все это, по сути, должно быть настроено в такую автоматизацию, что человек просто выбирает, даже ничего не может выбирать, то есть, он выбирает режим, который ему сейчас наиболее приятен. То есть, он хочет, чтобы сейчас, допустим, было прохладнее, чтобы в пледике поваляться, или, допустим, пожарче, чтобы ходить калышом в квартире, и поквифровать вообще. Вот. Ну, и все это, естественно, еще, ну, как я уже сказал, не должно быть завязано на постоянное управление, там, подкручивание термоголовок в одной комнате, в другой комнате, там, в теплую полу настройка. То есть, либо вы сидите с телефоном, делаете все это, клацать, что тоже, в принципе, неправильно отнимает много времени, либо все это входит уже в автоматический режим, и все это работает и без, естественно, вас, но вы, естественно, получаете нужную температуру. Мультимедийная система, это вот, ну, можно сказать, что не совсем комплекс, который позволяет, там, смотреть кино, там, через телевизор, слушать музыку, но сюда я еще отношу все, все перед настроенные сценарии, все, в принципе, сценарии, которые можно сделать для пользователя. То есть, это ушел из дома, это возвращаюсь домой, это хочу посмотреть кино, это, там, допустим, моя рабочая зона. Вариантов много, и они должны быть все адаптированы под пользователя в плане того, что он не должен долго-долго-долго заморачиваться, искать в телефоне все эти кнопки, куда-то нажать, чтобы сделать комфортное освещение. Он просто жмет одну кнопку приложения или говорит просто «Эй, Сири, сделай мне то-то-то», и все, то есть, запускается. То есть, я вот, ну, опять же, да, это вот музыка, которая ходит за вами, то есть, вы, там, перемещаетесь из своего четырехэтажного коттеджа, вниз идете, и там музыка играет на одном этаже, потом на другом этаже, и все это круто и забавно. И, ну, как бы, соответственно, это относится к разряду комфорт, и это, прямо-таки, реально очень приятно, удобно, поэтому это тоже одна из таких востребованных частей вот, посредственно, на губном доме. Так же, вот, поговорим сейчас об различных системах, которые есть, это основные два отделения у нас есть, это проводные и беспроводные системы. Так, сейчас посмотрим. Вот, да. Проводные системы у нас вообще должен был готовить в Андрея Павлов, но что-то он решил этого не делать, поэтому тоже я сейчас, вкратце, об этом во всем расскажу. Самые известные проводные системы, это вот KNX, Crestron, по крайней мере, это не стоит известен, но, в принципе, раньше тоже был довольно-таки мощный. Так же есть еще HD, это китайцы, которые тоже довольно-таки мощно начали заседать на рынок своей дешевизной и доступностью. И все эти системы очень неплохие, так сказать, даже они довольно-таки замечательные, уникальные, каждая по-своему, но у всех есть свои плюсы и минусы, в том числе и тут. То есть, если говорить про преимущества, что можно сказать, то есть, клины, ну, то есть, все эти системы, они довольно-таки устоявшиеся, они к нам пришли из, ну, еще из автоматизации, каких-то, ну, в общем, из промышленной автоматизации, некоторые из них уже появились под домашнюю автоматизацию, но они уже довольно-таки длительное время существуют, и у них много решено различных внутренних проблем в компаниях, то есть, это проблема, допустим, ну, которая касается нас, это, допустим, проблема с количеством устройств, проблема с совместимостями, проблема с включением интерфейсов, также еще одно из преимуществ, это гибкие возможности при закладывании вообще проекта, то есть, в принципе, можно организовать все, что угодно с этими протоколами, то есть, у них очень крупное, очень большое количество устройств, очень крупные возможности в плане автоматизации, в плане интеграции, в этом можно сказать, что они, в принципе, ридеры, и все это у них из коробки, ну, и эти все системы, они довольно-таки перспективные, потому что они рассчитаны не только там на домашнюю автоматизацию, они также могут все это автоматизировать, ну, точнее, держать устройства в автоматизации каких-то больших предприятий, каких-то крупных объектов, которые выходят за рамки, в принципе, концепта домашней автоматизации, да, поэтому они будут жить и развиваться довольно-таки долго, по моему мнению. но есть также у них недостатки, почему это не совсем подходит под формат домашнюю автоматизацию, хоть и часто берут конкретно все эти дома умные, на КНХ, на Крестроне. Первый минус в том, что есть возможно закладки объекта только на этапе строительства, то есть, если мы хотим сделать какую-то автоматизацию, мы получаем от задуманного строящика, от специалистов, которые этим занимаются, получаем дизайн-проект какой-то, в котором расписано, где будут наши датчики, какие там будут сцены, как все это будет выглядеть в конечном итоге, и, соответственно, сколько все это будет стоить. И, если нас все устраивает, мы соглашаемся, нам отстраивают объект, но потом, через какое-то время, понимаем, что нам нужно сейчас передвинуть, сделать перестановку в комнате, или, допустим, поменять эти две комнаты местами, и уже возникает вопрос, а что делать с устройствами, если они вшиты в стену, проложены провода, которые, в принципе, мешают расположить заново всю фурнитуру в комнате так, как хочется по-другому. Тут возникает вопрос, что, в принципе, делать, и вариант только один, то есть, можно все опять порушить, пригласить пять специалистов, они все это опять сделают, переложат, и заделать все обратно. То есть, тут стоимость раскладывается не только из-за того, что нужно заново все запрограммировать, но также еще из-за того, что нужно порушить стены, порушить проводку, допустим, да, ее переложить, то есть, это тоже дополнительный допкост, и поэтому это не совсем получается выгодно, просто, быстро и разумно. также еще очень высокие требования к специалистам, то есть, у них у KNX обязательная сертификация, но об этом я чуть-чуть попозже расскажу, но все равно ребята должны посвящать себя только конкретно KNX, чтобы все это корректно программировать, чтобы донять подводные камни, чтобы это все быстро деплоить, чтобы все это быстро устанавливать и соответственно быстро настраивать, чтобы не было проблем в дальнейшем. Ну и соответственно все это еще должно держаться тоже на поддержке пользователя, поэтому очень высокие требования к специалистам, то есть это обязательно сертификация, причем куча сертификатов различных, даже желательно участие в альянсе KNX, ну и еще один остаток это естественно цена, то есть в принципе устройство ну если сравнивать там две технологии то есть два бренда это это HDL KNX то стоимость устройств в HDL будет в полтора раза дороже ну на самом деле в полтора раза дороже сейчас немножечко цены тоже переигрались в KNX в 5 примерно раз дороже одно устройство получается плюс это еще установка закладывается сюда плюс там прокладка проводов поэтому получается то что полтора два раза дороже получается ежедневно цифровь чем в принципе любая беспроводная система вот это должен был быть слайд Андрея но решил не готовиться поэтому я сейчас как раз расскажу опять же тут у нас самые такие основные вехи того что происходит на объекте при использовании проводной системы то есть у нас высокие требования специалистам которые тоже соответственно себя высоко ценят и просят немало ценник за настройку тех девайсов которые в принципе только они умеют настраивать то есть из этого тоже складывается цена плюс опять же это долгое обучение кадров которые могут настраивать умный дом на knx hdl то есть это обязательно сертификация это долгие часы дни обучения всем вот этим тонкостям нюансам плюс вот эти все проводные системы это долгоиграющие проекты потому что очень много времени тратится на создание проекта на его реализацию на допуск нужного оборудования это зависит еще из-за долгой поставки оборудования из-за нашего последнего пункта и в принципе то есть каждый проект растягивается ну как минимум на год высокое цена на проект это то есть ну уже было рассказано почему демпинг на рынке из-за чего это вообще происходит из-за того что нет ну то есть там есть в любом случае какая-то защита проектов но нет что какая-то грязная штука была но там нет какой-то какого-то нормирования цен поэтому в принципе каждый может лепить какую-годно цену несмотря на основного какого-то ну несмотря на конкурентов и ставить допустим ценник намного ниже ежели ставить нормальный инсталлятор который знает сколько потратиться вот таким демпингом то есть можно себе проект вырувать который в принципе должны были делать классные спецы но его будут делать спецы которые ладно это Россия в принципе все так понятно то есть да это довольно часто явление и тут это все тоже есть плюс еще долгая поставка оборудования насколько я знаю то есть в ну закрытой информации долгая поставка оборудования происходит ну допустим в том же самом деле да то есть там все под заказ идет то есть вы приобретаете оборудование заказываете его и оно то есть месяца 3 идет то есть раз квартал у них в поставке оборудования и вот они приходят и вы уже получаете оборудование через три месяца после его оплаты то есть это не совсем прикольно но это такие тоже реалии Давайте перейдем к беспроводным системам. Мы рассмотрим 4 системы основных. Немножечко про них расскажу. Скажу чем они отличаются принципиально и вообще что они из себя представляют. Но сначала про общие какие-то характеристики, которые есть у всех этих технологий и какие-то преимущества. То есть это установка в готовый интерьер. Это возможность зайти абсолютно на любой проект, там где хочется автоматизации, но как-то об этом раньше не задумывались и уже абсолютно весь дом застроен. То есть там стоит дорогая плитка, которую нельзя трогать никак. То есть нельзя там никак проводить провода. Какие-то дорогущие полы, дорогущие обои какие-то. В общем все очень заряжено, очень круто сделано. Но трогать мы это не можем. И тут на помощь нам приходят уже беспроводные технологии, которые соответственно устанавливаются все на батарейках. То есть или стоятся подрозетники, или как-то еще OPL, или там какой-то небольшой ящик, который за все это отвечает. И это никак не рушит наш интерьер. И это вот так сделаем. Не знаю для чего это было скинуто, но это лишняя реклама, которую давать я не хочу сюда. И соответственно с этой помощью, ну как бы с помощью таких беспроводных устройств мы решаем проблему того, что дизайн нельзя трогать и делаем такую же по сути автоматизацию, что и в проводных системах. Простота настройки это тоже один из ключевых факторов, потому что в принципе беспроводные системы они довольно таки дружелюбны с рынком IOD. Как мы знаем рынок IOD в принципе довольно таки прост в настройке. То есть это гаджеты, с которыми должны собираться обычно люди, которые в принципе не связаны с какими-то сложными системами. Поэтому беспроводные технологии тоже относятся к этому формату. И они должны уметь, допустим, сами себя настроить каким-то способом. Или же они должны быть просты в настройке, чтобы обычный пользователь мог с ними справиться. Плюс это еще быстроразвивающиеся технологии. То есть это рынок IOD, который не стоит на месте. И каждый раз постоянно появляются новые какие-то девайсы, какие-то новые апдейты, прошивки. В общем рынок не стоит на месте. Это очень приятно, потому что можно увидеть большой выбор различных протоколов, различных технологий. И выбрать ту, которая реально сейчас нам подходит на основании того, что конкретно сейчас мы хотим сделать. Плюс это еще отличные возможности для интеграции, потому что очень много различных возможностей и настроек, которые есть в принципе в любом протоколе, которые можно между собой создать, но это уже немножечко такой продвинутый уровень. Но также есть и недостатки в ZTV. Фу, не только в ZTV, вообще в принципе везде в ZTV тоже есть недостатки. Вот так, надо бы сейчас как-то что-то... Так, все отлично, все под контролем. Недостатки у беспроводных технологий тоже есть, и они в принципе довольно-таки, ну, такие серьезные, которые не позволяют все делать, все устанавливать довольно просто, вообще без заморочек без каких-либо. Первый, самый главный недостаток – это радиоканал. То есть мы прекрасно понимаем, что все беспроводные технологии, они работают по радио, и радио не столь надежно, как хотелось бы. То есть есть все равно потери на перепередаче, да, то есть какие-то команды могут потеряться, не дойти, не сообщиться, или вообще в принципе, то есть если у нас есть два наших... ну, две наших комнаты, которые находятся далеко друг от друга, мы хотим их как-то связать с помощью, там, релешек, да, настроить там освещение или какую-то... ну, настроить какую-то температуру для съема. Мы не сможем это сделать по причине того, что у нас там толстая стена, и нам потребуются ретрансляторы в нашей сети, чтобы перенести информацию через ретранслятор. То есть радиоканал, в принципе, не особо надежен, но все разработчики протоколов стараются эту проблему решить путем различных имплементаций, усиления антенн, чтобы, то есть в той сфере, где применяется эта радиосистема, чтобы в этой сфере она работала корректно. Также у нас еще один недостаток, еще одна проблема, это то, что не все аспекты у нас дома охвачены. То есть если смотреть на количество устройств, которые есть в проводных системах, и смотреть на количество устройств, которые есть в беспроводных, то мы увидим то, что очень-очень-очень все для беспроводных печально, потому что в проводных очень много различных девайсов, то есть это там 100 миллионов канальные реле, и там устройства для управления там кошачьими разными кормилками, поилками, в общем, все, вообще все есть. В беспроводных такого нет, но потихонечку это уже тоже отходит на... На самом деле все это есть, но тут проблема, по большей части, в том, что все довольно-таки разрозненно и чтобы все это в одну сеть объединить, нужно очень сильно заморочиться и очень сильно понимать, в принципе, концепт. Нужно быть хорошим айтишником, так сказать, который занимается интеграцией и, в принципе, умеет делать и понимать, в принципе, интеграция различных устройств. Это также относится к проблеме совместимости из-за того, что у нас очень много различных протоколов, то есть это Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Inotion, ZTV и вот разные 433 технологии, вот эти вот и RubyTech, и LifeControl и прочая разная штука есть. В общем, очень-очень много разных брендов, которые делают все это под разными соусами, с разными технологиями, с разными протоколами. Из-за этого появляются проблемы совместимости и нельзя, допустим, очень просто соединить там за твои фазикби устройства и все это не будет работать так, как нам хочется, если мы не потратим там энное количество часов на наладку и на доработку всех этих нюансов, с которыми мы можем столкнуться. И да, то есть мы это можем сделать за 5 минут, все это подсоединить, все это будет работать, но это будет работать у нас дома, а если мы говорим про работу у клиента или довольно-таки широкий рынок, то есть просто сырой продукт нельзя будет такой выпустить, по целым продуктам я имею в виду какой-то модуль для интеграции, естественно, он должен дорабатываться, и все это, естественно, затрачивает время разработчика и тоже немножечко оттягивает развитие рынка, то есть, но это на самом везде есть, то есть... есть много разных технологий, как бы давайте все это объединим в одну технологию, давайте так и сделаем, но в итоге появляется еще один новый протокол, который опять все это, по сути, децентрализирует и говорит то, что вот давайте лучше делать по-нашему, но, естественно, никому это не надо. Так, и теперь конкретно давайте поговорим про то, какие беспроводки есть. Есть... Так, ребята, давайте, если какие-то вопросы к Андрею, Андрей, отвечай, пожалуйста, в личные сообщения, я думаю, ты их сможешь тут найти, да, чтобы особо общаться с такими вопросами, которые не относятся к презентации, не засорать, потому что люди тоже их читают, тоже отвлекаются, тоже не слушают, и минито, в том числе, отвлекают. По беспроводкам, то есть, у нас наша такая вообще основная беспроводная система, это есть Wi-Fi система, как я раньше думал, то есть, думал, то что вот там куча разных людей, которые предлагают Wi-Fi решения, да, для людей, то есть, приходят, там ставят радиомодули на Wi-Fi, там разные релешки, разные датчики. В итоге, так вот, посмотрев на этот рынок, я так понял, что устройств Wi-Fi в принципе нет, то есть, если мы забьем там Wi-Fi умный дом, то, по сути, все, что мы увидим, это какие-то чипы, модули, то есть, все, все, все для DIY. То есть, по сути, все это делается самостоятельно, все это останавливается самостоятельно, поэтому нельзя сказать, что Wi-Fi это прям серьезный протокол, на котором кто-то встает глобально какие-то, ну, какие-то объекты делает, и, соответственно, он не совсем считается полноценным протоколом для умного дома, он для YOD считается, да, то есть, через него какие-то конкретные девайсы, какие-то конкретные там, розетки работают, все это получается, ну, довольно шустро и быстро все это работает, все это взаимодействует, но конкретно только с с парой девайсов и говорить про какой-то DIY, это вот такой вот термин, это do it yourself, то есть, сделай сам. Вот так это выглядит, и, соответственно, то есть, это, ну, Wi-Fi это формат такой, что просто ты сможешь с помощью чипов сделать себе умный дом сам, и разобрет какую-то микро-проблему, которая у тебя есть, допустим, там автоматическая перезагрузка, там, какого-то роутера с помощью Wi-Fi-розетки, вот ты берешь эту Wi-Fi-розетку, ее настраиваешь, и она позволит так это работает, то есть, это неполноценный протокол для вот умных домов, то есть, там слишком много устройств, и какие есть преимущества конкретного этого протокола и недостатки, то есть, преимущество очень надежная связь с широким каналом, то есть, у нас там, реально, то есть, сколько, ну, AC там уже 1000 мегабитсекунд, да, то есть, в принципе, большие потоковые данные можно передавать очень спокойно, также есть шахрование, то есть, которые, в принципе, довольно-таки мощные, хорошие WPA2, чипы очень доступны у них, то есть, в принципе, если для создания каких-то своих девайсов, просто берем, покупаем ESP, потому что у нас стоит, по-моему, 300 рублей, что ли, и делаем там свою релешку, которые будут работать только у нас, то есть, никто больше не будет понимать, что это вообще такое, и как с ним работать. И, также, не столь большое энергопотребление, это если говорить про Wi-Fi 6 Low Pen, которые сейчас снижают энергопотребление у Wi-Fi, но это вот уже энергопотребление, это хайп прошлых годов, как я считаю, потому что сейчас все довольно-таки мало потребляют, и все стремятся к этому формату, поэтому сравнивать разные стандарты по их энергопотреблению, ну, не особо стоит, потому что, в принципе, они все на одном уровне. Галина Андрей вам поможет сейчас, спросит у вас вообще, что вам конкретно нужно. И по недостаткам, опять же, то есть, Wi-Fi, он работает на частоте 2,4 ГГц, которые, в принципе, перегружены, то есть, в каждом доме, если смотреть на многоквартирные дома, то те же самые, то, если мы откроем спектр всех Wi-Fi сетей, которые у нас есть, у нас там просто сотни сетей, которые будут друг друга перекрывать, которые будут мешать друг другу... которые будут друг другу взаимодействовать, и все это будет вызывать фоны, помехи, радиопомехи на канале связи между, допустим, устройствами вашими. Будут какие-то задержки возникать, какие-то обрывы, и это совершенно не круто. То есть, это один из больших таких недостатков. Еще один недостаток в том, что если использовать какие-то широкоформатные, широкополосные, точнее, элементы для передачи данных, то Wi-Fi все-таки будет много жрать, и поэтому здесь не на всех чипах, допустим, условно, можно сделать нормальное устройство, которое будет работать долго и будет работать, допустим, от батареек. И вот, опять же, нет общего формата, то есть Wi-Fi это, по большей части, DIY-формат, и это такой самый глобальный недостаток у этого формата, у этого протокола, точнее. Идем дальше. Это у нас Bluetooth 4. Про Bluetooth 5 пока не говорю, потому что не совсем в теме про Bluetooth 5, но знаю, что это, в принципе, довольно-таки мощный протокол, который смеш сети, который будет делать, ну, в общем, возможно, станет серьезным конкурентом, в принципе, на рынке. Ну, вот конкретно про Bluetooth. То есть, как по мне, Bluetooth, это, в принципе, протокол для вещей, которые мы носим на себе. То есть, это умные часы, там, наушники те же самые беспроводные. То есть, Bluetooth, по большей части, пока относится к этому. Также есть еще разные чайники, да, которые Bluetooth, но это... Они бы поняли, что с этим нужно завязать и делать немножечко всю концепцию по-другому. То есть, устройства есть, однозначно, но их не так много. И конкретно по Дума Думу не совсем подходит, потому что, опять же, все это такие носимые вещи, и устройства реально... Так, так, так... И устройства реально, то есть, немного, и... грамотную автоматизацию большую какую-то серьезную не построить на Bluetooth. Плюс, опять же, все это довольно-таки нестандартизировано, и... ну... ну... как бы это не совсем будет удобно работать с Bluetooth на каком-то... ну, через какой-то хаб, потому что хаб тоже должен быть централизован. А таких хабов, пока я не особо встречал. То есть, это там SmartThings, который сейчас с Bluetooth работает, но, опять же, там есть проблемы с совместимостью устройств, и их довольно-таки замороченно можно будет... ну, точнее, довольно-таки сложно там можно их включать, и... все это не так просто. Но, опять же, есть преимущества. То есть, это хорошее шифрование, это очень удобная технология, то есть, там можно много разных интересных плюшек комплементировать. Это довольно сильно дешевые чипы для создания собственных устройств. Но вот пока что конкретно Bluetooth 4.0 этим никто не занимается. все, наверное, ждут все-таки Bluetooth 5.0. И что такое Bluetooth 5.0? Это, по сути, тот же сам Bluetooth 4, только с Mesh-сетью, да? То есть, Mesh-сеть это и честная сеть, которая тоже из Z-Wave. В общем-то, сетка, которая позволяет заниматься устройством ретрансляции и увеличивать сеть действия. То есть, поэтому Bluetooth, возможно, тоже стрельнет, если появятся какие-то девайсы, которые будут покрывать много различных форматов. То есть, допустим, освещение, отопление, там, и какую-то безопасность, и все это будет объединяться еще в доме, и это все будет широко работать. В таком случае, да, реально по быстродействию, по энергосбережению Bluetooth будет решать много проблем, и он будет довольно-таки крутым протоколом. Также у нас есть Zigbee. Zigbee это прямой конкурент Z-Wave. То есть, по сути, их главное отличие в том, что Zigbee дешевле просто, и там меньше устройств, представленных в России. Но, можно сказать, что это, в принципе, готовый протокол, законченный. То есть, у него там много-много собственных внутренних решений, там и с ретрансляцией, и с повтором сигналов, и даже с шифрованием там есть. То есть, в принципе, законченный протокол, довольно мощный, с мощным комьюнити, со своим альянсом, с кучей брендов, которые в этом альянсе состоят. И, соответственно, он не столь дорогой, как, допустим, Z-Wave, то есть, немножко дешевле. Он также мало потребляет электроэнергии с помощью своих чипов, и вообще довольно-таки хороший, приятный протокольшка. Но у него есть всё-таки серьёзные большие недостатки. Самый такой, опять же, глобальный, как, в принципе, у всех почти есть, это проблема совместимости. То есть, в чём тут прикол? В том, что все штампуют, ну, ZGB-устройство без какой-то стандартизации. То есть, в принципе, ZGB- это не закрытый протокол, он открытый. И, то есть, в принципе, любая компания может вступить в альянсы, штамповать девайсы без какой-то сертификации. И бывает так то, что вот мы находим какое-то устройство, включаем его в сеть, и внезапно наш контроллер умирает. И вместе с ним умирает наш девайс, потому что у него нет возможности сбросить свою сеть, то есть, сбросить свой чип, его обнурить с помощью физического зажатия, то есть, его какого-то сброса. То есть, его можно сбросить только через этот контроллер. Но так как контроллер у нас уже умер, мы ничего сделать не сможем, поэтому устройство можно сказать, что просто можно выкидывать на мусорку. Ну, и ещё проблема в том, что в России комплектной комьюнити большого нет. Есть инсталляторы, которые этим занимаются, есть бренды, которые всё это продают. Но, по большей части, серьёзных видов на инсталляцию для каких-то крупных объектов я особо не видел. То есть, у меня есть только одни знакомые, которые стояли на Zigbee, и то я до сих пор не уверен, что это реально было в Zigbee. То есть, так они рассказывали с Compton. Ну и, соответственно, там тоже есть свои тонкости, свои нюансы. Ну, то есть, свои тонкости настройки. Они, в принципе, есть у всех, но вот у Zigbee, вот одна из таких тонкостей, это просто сломанное устройство в случае, если контроллер ломается. Так, о Zigbee я, конечно, сказал всё. А, ещё хочу сказать про Xiaomi. То есть, Xiaomi тоже делает свои устройства на Zigbee чипах. И они, по большей части, формата DIY. То есть, ты просто их покупаешь, ты их сам ставишь, куда-то распределяешь, и наслаждаешься, там, китайским интерфейсом с иероглифами и со всей какой-то ерундой. Если ты, там, имеешь в перепрошивке, то берёшь, перепрошиваешь, наслаждаешься русским языком. Ну, по сути, по большей части, ты получаешь, там, 4-5 устройств, которые с собой совместимы. И остальные, то есть, ты уже привязываешь, там, через какие-то танцы с бубном, брязки и большие сложности. Но, в принципе, Xiaomi довольно-таки крутой продукт сделали, который подключается не только к их контроллеру, но и, в принципе, к любому другому. И, там, допустим, к Atom Home есть такой контроллер тоже. К нему можно подключиться с помощью устройств. В принципе, неплохо. Даже стоит попробовать, наверное. Почему бы и нет, в принципе, ознакомиться с этим. И ещё один такой протокол есть, Z-Wave. Z-Wave – это протокол домашней аутентизации, который изначально, ну, в принципе, как и EasyGrip, тоже так себя презентировал. То есть, он был разработан в 98-м году. Потом его один раз перепродали, сейчас его перепродают второй раз в другой компании. И, соответственно, начинает его как-то немножко по-другому развивать. И вот, соответственно, что такое вообще, в принципе, Z-Wave. Это, как и ZigBee, это полностью готовый протокол. То есть, там есть все решения по ретрансляциям, по повторениям, по отправке команд каких-то. все стандартные вещи, которые там есть, повторюсь, про ретрансляцию, про повторение сигнала, про увеличение радиуса действия с помощью ретрансляции, или там какие-то внутренние настройки чипа. Все это есть, устройства конфигурируются, настраиваются. Ну, то есть, это уже полностью все готово из коробки всегда. То есть, покупаете девайс, вы точно знаете, как он будет работать. Для вас там не будет каких-то серьезных подводных камней, которые там не позволят девайс, в принципе, настроить, или там сильно-сильно заморочиться. Мы ничего не рекомендуем, на самом деле. То есть, вы вольны сами выбирать, но по опыту используем конкретно Z-Wave пока в преимуществе идет. Также Z-Wave обладает шифрованием. Причем шифрование у него довольно-таки крутое. То есть, если почитаете, тоже у нас в Телеграме есть паблик, если там почитаете немножко информации, поймете, что у Z-Wave все с этим реально довольно-таки круто, потому что сейчас там имплементируется из два шифрования. Ну, уже, точнее, имплементировано, уже все сделано. И это шифрование значит, что устройства шифруются даже при включении в сеть. То есть, никакие ключи авторизации перехватить вообще в принципе невозможно, потому что они все уже зашифрованы еще на этапе включения. И все это закрыто настолько, что к этому никак не подкопаться, только если, соответственно, взламывать веб-интерфейсы, чтобы получить какой-то доступ к подкорке. Но это уже на стороне пользователя, в принципе, и везде. А так, с технической точки зрения, там все очень-очень круто и очень серьезно. З-Wave, в принципе, доступен по цене. Говорить про доступность можно с двух сторон. То есть, это на российском рынке и на европейском рынке. На европейском рынке, в принципе, все это немножко подешевле, да, но на российском, ну, на российском, соответственно, подороже. Почему? Потому что такое законодательство и устройство довольно-таки сложно возить в Россию. То есть, там, на растаможку много денег тратится. И, соответственно, нам остается, там, условно, два-три процента. На этом мы, соответственно, и живем, поскольку уже после продажи, после всего. То есть, тут мы никакие бабки не рубим, просто развиваем бизнес, вообще, в принципе, умных домов в России. То есть, поэтому, стараемся примерно держать цены на уровне, да, то есть, чуть-чуть повыше, но, соответственно, мы уже поняли, чем это диктуется. Устройств тоже довольно-таки много в России. То есть, не только мы их, там, возим, да, условно, там, FIBAR, Utec, там, какие-то другие бренды, там, Filio. Но еще есть вот те же самые Rubitec, которые тоже делают девайсы, которые с нами совместимы. Кубина есть, там, Defara, в общем, брендов реально много. В том числе и российские бренды, которые тоже делают устройства, которые, в принципе, тоже реально неплохие. Поставщиков тоже много. То есть, вывольно выбираете кого угодно. То есть, их реально дофига. Выбирай, кого хочешь, смотри, какие скидки вообще у кого, и работай с тем, с кем тебе больше всего нравится. Ну и, соответственно, цены тоже разнообразны. Кого-то чуть-чуть побольше, кого-то поменьше. То есть, каждый поставщик диктует собственные цены. То есть, тоже вы вольны выбирать, вольны вообще, то есть, оптимизировать свои закупки, как вы хотите. Ну, то есть, мы поняли, что по преимуществам, ну, как бы, конкретно ZWave – это закрытый протокол полностью. А, ну, почему вообще так и начало знать? Потому что, в принципе, ZWave – это тот протокол, который нормально вышел на рынок, который есть сейчас у нас. И вот с количеством вот этих поставщиков, количеством устройств и разнообразен цен, показывается то, что протокол нифига не стоит на месте, нифига не загнивает, и в России довольно-таки сильно активно развивается. Ну, про техническую сторону мы поняли, еще дальше я об этом тоже буду рассказывать. Про недостатки тоже сейчас скажу немножечко. Какие они вообще есть? То есть, средний чек немножко выше, чем у остальных беспроводных технологий. То есть, он немножко дороже, чем Zigbee, чем Wi-Fi на какие-то устройства. Даже, может быть, чему наушен немножко дороже. Но, соответственно, это обуславливается тем, что мы стараемся все-таки поддерживать наших пользователей. Те, кто приобрел устройство, те точно получат такую техническую поддержку с настройкой этих девайсов. То есть, чем мы можем, тем мы помогаем. Вот насчет Вики, это относится к второму пункту – это малой маркетинговой поддержки. Людей много, кто, в принципе, занимается поддержкой The Wave, но как-то я нифига не вижу нормального рынка, так сказать, не вижу маркетингового пула, который позволяет сказать, что у The Wave прям мощная комьюнити, которая развивается не только посредством маркетологов, но и посредством обычных людей. То есть, люди есть, но люди не совсем профессиональные, не совсем, как бы, заинтересованы в маркетинге. То есть, опять же, технари, это немножко не та область. Поэтому в этом тоже есть свои сложности по развитию самого бренда, в принципе, в России. И еще один из недостатков, что устройство довольно-таки редко выходит. То есть, это примерно где-то раз в квартал. Почему? Потому что все девайсы проходят обязательную сертификацию. То есть, есть The Wave Alliance, это такая крупная организация, которая содержит в себе всех поставщиков, всех инсталляторов, сертифицированных этим альянсом. В общем, все компании, которые занимаются The Wave. И этот альянс, он регулирует выпуск этих девайсов. То есть, если есть какие-то нормативы под устройство, они обязательно должны им соответствовать. Если устройство, допустим, чуть-чуть слабее передает сигнал или чуть-чуть сильнее, то его забраковывают, говорят, все, идите переделывайте, и еще через полгода с вами встретимся, еще раз покажете ваш девайс. И тогда, возможно, мы его сертифицируем, и вы сможете его продавать официально. То есть, тут, в принципе, понятно. И теперь давайте займемся уже вывозами The Wave, чем он так хороший, и почему конкретно мы им занимаемся. Из Xigme Xiaomi, что можно было бы приобрести, но недорого, возможно, из Китая, но с максимально возможными функционалами. Ну, понимаете, что этот вопрос немножко некорректен. Вы хотите все очень-очень дешево. Так еще с максимальным возможным функционалом. Посмотрите просто линейку Zigbee, линейку Xiaomi, какие у них есть девайсы, и берите, заказывайте что душе угодно. То есть, там, в принципе, девайсы такие стандартные, то есть, просто для побаловаться. Ну, домофонии нет, нет, ну, нет. Смотрите, Control 4, допустим, да, или вот опять же, ну, домофония, не могу сказать, я бы не делал на Zigbee с домофонией, потому что это уже сортов извращения, на самом деле. Вот. Открываете AliExpress, выбираете комплект Xiaomi, привозите себе, играете с ним, и, соответственно, поймете, что вам нужно, и, возможно, скажете то, что лучше бы я брал Z-Wave. Но это не точно. Вот. И чем хорош Z-Wave? Тем то, что, в отличие от Zigbee, у которого есть амбассадоры в виде Xiaomi, у Z-Wave, у их целых 700 производителей различных. То есть, в принципе, даже не крупные, точнее крупные компании, которые особо этим направлением не занимаются, типа Logitech, Zomphi, они все равно делают какие-то девайсы, которые поддерживают Z-Wave. Ну, тут у нас показано, на самом деле, мало таких вот брендов, которые в России поддерживаются. Это у нас Z-Wave.me есть. Так, вот, пересовать нельзя никак. Нет. Ну, Z-Wave.me бренд есть. Тут я еще вот вижу Zomphi, винток тоже довольно-таки старый, айон со старым логотипом. Еще есть тоже iControl я вижу. И вот такие вот, вообще, анорские еще вижу. Да, то есть, тут какие-то такие бренды представлены, но это довольно-таки старая картинка. Не совсем. CamStrap мы не возим никогда. Честно, я не знаю про линейку. Если я немножко погуглю, я скажу. Я скажу, что вообще, что такое CamStrap. Я честно сейчас не могу сказать, что это такое. То есть, бренд у нас довольно-таки... Сергей, я, возможно, тоже немножко ошибся на суд Zomphi. Я, наверное, сказал все-таки про интеграцию. То есть, про возможность интеграции. Плохая картинка, соглашусь. То есть, тут немножечко я оступился. Дальше идем, говорим про дизайн, который обязательно вообще великолепен. То есть, есть много брендов, типа Fibara, Iona. Вот этого Yale тоже, который делают замки. У них очень крутые дизайны. То есть, там... Ну, замфишники... У них, в общем, по-моему, ZVF девайсов нет. Вообще, в принципе, да. То есть, они хорошо только с ними интегрируются с некоторыми... С некоторыми их моделями. А так... Конкретно... роли каких-то... Ну, точнее, моторов, которые работают на ZVF. Просто у них нет. Вот. Дизайн от брендов, типа Fibara, типа Iotec... Что я еще говорил? Ну, в общем, от этих вот брендов очень мощные девайсы с мощным дизайном, который, в принципе, подходит в любой дизайн. То есть, на самом деле, про дизайн мы касаемся только каких-то датчиков и розеток. Но розетки не столь актуальны, не столь востребованы. По большей части мы касаемся датчиков. Дизайн хорош тем, что он встраивается в любой дизайн интерьера. Очень красиво встраивается, почти незаметно. И, соответственно, проблем с изменением внешнего вида самого дизайна с помощью дизайнера не стоит. Поэтому все это просто ставится, не влияя на внешний вид и на раздраженность глаза пользователя. Но, все-таки, если сравнивать по размерам, то Zigbee будет немножко поменьше. Но, все-таки, по самому дизайну мне нравятся очень тренсовые, там, фибаровские разные решения. С разными подсветочками симпатичными. Типа у Fibara, а вообще он мерцает, как будто реально глаз кошки. В общем, симпатично, реально круто сделано. Плюс еще самый маленький датчик дыма есть у Fibara, тоже это довольно показательно. Вот теперь про стоимость. Самое интересное, как всегда, это стоимость системы. И сейчас я расскажу про 2 варианта. Это про стандарт и про премиум стоимость на различные объекты. Тут, на самом деле, можно смотреть просто по размерам объекта. То есть, в принципе, стандарт это относится к 2-шкам, к 3-шкам, условно, к премиум. Это относится уже к каким-то коттеджам, к 2-этажным коттеджам, к 3-этажным коттеджам. Вот. И стандарт такой, вообще, в принципе, стандартная цена за твейф, за объект, это примерно, ну, можно сказать, 300 тысяч. Это плюс, ну, как бы, в этих 300 тысячах, 300 тысячах еще лежит настройка всего этого, то есть, полная с астариацией. То есть, 150 будут стоить устройства, условно, там, в трехкомнатную квартиру, да. и вот, там, настройки настроятся, условно, какие-то будут сценарии, которые будут с вами вместе продуманы, там, сценарий «Доброе утро», сценарий «Я уехал», сценарий «Я уехал», сценарий «Моя рабочая зона», там, сценарий «Пришли гости», там, «Хочу обед», ну, в общем, куча сценариев и плюс еще автоматизация тепла, то есть, постоянное тепло под ногами, тепло в доме или, там, допустим, постоянно прохладно, то есть, как вы опять заводите, то есть, в принципе, это стандарт по цене, можно сказать, ну, вот я вот немножко пересчитал по цене, сколько будет вообще зарядить двушку одну, прям, сильно-сильно по, там, зарядить ее за двоевым, вообще, по самой, не балуй, и получилось то, что, вот если, там, смотреть по освещению, да, то есть, там, в комнату двухканального реле на две группы освещения, в коридор еще два, две группы освещения на кухню, три группы освещения, там, в ванну коридор, в ванну туалет, тоже двухканальное реле, и еще два в другую комнату, то это примерно получается девять штук релешек, получается пятьдесят тысяч рублей. по датчикам тоже, то есть, там, это включаются датчики температуры, датчики безопасности, ну, датчики безопасности, в плане датчики открытия двери, но не включается, там, допустим, датчик дыма или не включается датчик протечки, да, то есть, это получается тридцать две тысячи, тридцать три тысячи, или же, если включать датчик дыма и датчик протечки, то будет примерно тоже 40 тысяч контроллер используется разбери контроллер разбери за 13 тысяч рублей и терморегуляторы которые будут стоять в трех помещениях это кухня и две комнаты которые будут температуру батареи регулировать честно это вот этот очень нужная функция сейчас потому что у нас в москве это полнейшая задница потому что у нас минус 17 и очень очень сильно топит батареи то есть чтобы найти какой-то баланс нужно постоянно открывать окно на зимнее проветривание чтобы батареи немножечко сбросили свое тепло потом закрывать то что уже реально начинается подмерзать мне бегать туда-сюда открывать окна на зимнее проветривание вообще не очень круто не очень не очень удобно так сказать поэтому терморегуляторы это прям нужная штука и еще вот хочу сказать то что это я считал очень грубо по максимуму то есть реально тут у нас максимальная цена за комплекты фибара да то есть за реле фибара за датчики фибара то есть датчики тоже усреднил по цене они стоят там 5 490 то есть это все по максимуму считается естественно кроме контроля потому что не столь а богатый чтобы покупать home center 2 хотя у меня три дома стоит сейчас я не знаю как это получилось у меня три дома 3 home center 2 дома вот и в итоге мы видим цену да то что это 116 тысяч рублей в принципе это не так много особенно если все это размазывает на какое-то качество времени и опять же то есть я сюда не заказывал стоимость инсталляции всего потому что опять же мы это ставим самостоятельно потому что в принципе у меня более-менее какие-то знания есть и учитывая то что вообще довольно таки юзер-френдли протокол в котором вы все можете самостоятельно настроить то вот получается в принципе такой ценник это вот прям полноценная двушка заряженная-заряженная учитывая сколько получают люди которым интересен умный дом то можно сказать что в принципе цена не очень большая и опять же если делать ремонт какой-то или покупать новую мебель что-то еще то допустим там кровать может стоить 100 тысяч рублей как бы это в принципе нормально а тут мы вообще весь дом зарядили под 116 тысяч рублей то есть некоторые покупают матрасы по сотке то есть из стая роман мы получаем управление освещением да то есть мы управляем полностью всем освещением то есть различными группами света то есть мы их можем комбинировать так чтобы включать разные режимы то есть там режим рабочий режим когда допустим я сижу работаю дома там включается такое-то освещение работать конкретно те светильники там допустим ночью да то есть происходит комбинаторика этих девяти штук реле то есть мы можем настраивать так чтобы конкретно работали конкретно такие релешки в нужное время по датчикам мы смотрим движение да то есть мы смотрим движение в коридоре допустим комнате на кухне во второй комнате смотрим движение да то есть мы можем свет автоматизировать тоже по этим датчикам также с помощью этого контроллера можно вообще в принципе сделать кучу кучу разных имплементаций допустим поставить его синтегрировать вот да он сможет управлять мультимедией по IP то есть я про это и хотел сказать то что можно управлять мультимедией каким-то плеером в коде плеера можно будет управлять какие-то ролики какую-то музыку включать с помощью этой разбери ну и соответственно управление температурой в доме конкретно теплом да то есть вот так вот будет функционал в принципе в этом доме если прям его заряжать полностью полностью то естественно цена получится немножечко больше то есть мы сюда сейчас можем поставить другой кондиционер который по вай фай работает там еще плюс условно 50 тысяч рублей но это уже не совсем за твои девайсы но вот такие вот вещи типа вот с этого кондиционера мы точно также можем автонтизировать плюс это все сделается уже не самостоятельно в любом случае то что я бы никогда не ставил кондиционер самостоятельно я бы вызывал спецов это уже немножечко выходит из рамки постараемся взять цену прям в вакууме да то есть получить то то что мы можем получить реально от ZedWave если мы это будем делать самостоятельно вот и продвижка примерно понятная сейчас к ней еще вернусь и скажу почему 116 тысяч рублей так сильно размазывается по цене и еще у нас есть еще один вариант это вот премиум вариант это когда у нас вообще полностью куча куча разных девайсов Николай честно я не знаю я на самом деле что-то разошелся вообще нам два часа ориентированно постараемся уложиться немножечко пораньше то есть я немножечко ускорю сейчас Римотеку тоже можно управлять но ER без обратной связи поэтому это не очень круто вот по премиуму у нас что то есть у нас просто куча куча комнат в нашем коттедже куча куча там разных девайсов и мы естественно у нас очень-очень много хотелок различных которые мы хотим реализовать которые мы хотим реализовать соответственно вытекает цена примерно 700 тысяч рублей там 695 получается да то есть и мы получаем вообще в принципе все что там такое душе угодно это там если говорить про двухэтажный катач то есть там все топовые устройства и все топовые стены интеграция с котлом с нашим полностью и с нашей спецсистемой и с нашей медиа системы то есть мы получаем вообще полностью полностью заряженный дом вот так сейчас я посмотрю понятно вот так говорим дальше про то чем хороший конкретно ZWave тем то что в принципе любая беспроводка это то что можно зайти в любой отремонтированный объект в принципе как мы поняли то есть у нас есть любой коттедж любой дом в который мы можем просто прийти сказать то что у нас устройства не требуют никакого ремонта мы их поставим довольно таки просто и удобно в подрозетнике повесим вам их в какие-то конкретные точки вы будете всем этим управлять и получать автоматизацию просто просто ничего не разрушив то есть это можно прийти и на стадию ремонта да то есть когда еще ничего не заложено там тоже все это поставить заложить нужные провода чтобы не было проблем в дальнейшем для интегратора по интеграции и чтобы ну или допустим прийти уже под конец ремонта когда уже все заложено когда уже заложены провода когда уже там даже поставлена мебель то есть когда уже есть чистовая отделка мы точно таким же способом можем весь дом поставить на автоматизацию там освещение отопления потому что для этого не требуется каких-то серьезных так сказать разрушений в доме то есть просто снять снять и розеток снять и выключателей и вставка внутрь подрозетника модуля конкретно это у нас нам заметит управление освещением также закрывает все основные функции у но у дома по причине того что очень-очень много различных девайсов есть то есть это направление освещением и направление жалюзи и фанкойл там тоже есть управление температурой и разные камеры наблюдения в общем вариантов очень много и то есть и термоголовки тоже есть вариант очень много тоже сегодня познакомимся в в конце с нашим спектром всех девайс пробежимся ну днисториатор хорош затвейв тем то что он в принципе надежен по своей связи то есть там есть телетрансляция есть обратная связь то есть когда мы настраиваем сеть затвейв мы можем понять какие девайсы у нас где работают как они расположены и каждый 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 из девайсов достает до другого девайса то есть мы все обрывы сразу заметим и сможем их прементировать и предотвратить плюс еще в том то что вот как мы говорили про двушку система в принципе проста в настройке но не все могут ее настроить то есть для того чтобы пользоваться точнее для того чтобы пользоваться в принципе ничего не нужно то есть это просто приложение пользоваться для настройки нужно немножечко знаний вот там в электрике допустим условно говоря и по сути все то есть в остальном все это становится довольно таки интуитивно но опять же есть те вопросы с которыми самостоятельно как бы обычно пользоваться не нравится для этого конкретно нужны уже инсталляторы и опять же затвейв это вот масштабируемость и расширяемость и что это означает означает то что мы можем наш объект который мы уже недавно там допустим год назад делали мы можем туда вернуться и предложить клиенту которому все это понравилось который заинтересован предложить еще какие-то новинки сказать то что вот появились такие новые устройства мы можем их вам доставить допустим или там допустим переделать какие-то элементы в вашем доме если вы не хотите самостоятельно заниматься чтобы вам было комфортнее и удобнее то есть это опять же такая возможность апсейла возможность поддержки клиента то есть это приятно это правильно делать и то есть в этом плане затвейв помогает настраивать такую приятную связь между клиентом и исполнителем такие можно сказать братские отношения ну и соответственно еще про расширяемость тоже я расскажу и теперь давайте перейдем к тому как работает вообще затвейв протокол то есть у нас по сути есть наш контроллер там левая часть экрана уже видеть наши контроллеры это концентрают условно говоря и эти контроллеры общаются это то есть наш мозг нашей системы и они общаются с устройствами затвейв и также они общаются еще с веб-интерфейсом на планшете на телефоне то есть с помощью этого планшета мы управляем нашим хом центр 2 а в этот момент хом центр 2 отправляет команду затвейв устройства то есть все это выглядит по упрощенной схеме еще примерно вот так то есть есть у нас интерфейс правой части экрана с разными кнопочками на освещение есть наш контроллер типа холм мастер и тут для витамов включателей и есть наши затвейв устройства которые работают затвейв сети и мы ими управляем то есть терпим кнопочки какую-то делаем тоже автоматизацию на этом на этом интерфейсе и взаимодействуем вот теперь про расскажу про вот расширяемость то есть если опять же говорить про цвет установку нам для начала вот нашей ситуации нужен по сути только контроллер да то есть мы поставим контроллер и мы уже по сути получим ядро нашего умного дома и нам после этого можем все это наращивать и мы это можем делать естественно не в один день не в одни выходные то есть даже не за один месяц мы это все можем размазать на довольно таки длительный период то есть допустим как здесь вот мы там допустим в один месяц решим поставить три устройства к нашему контроллеру там допустим датчика трутитет двери управление освещением и управление освещением точнее и будем смотреть вообще как нам это нравится не нравится как мы с этим взаимодействует как наши домочад с этим взаимодействует если нам не нравится то что в принципе не мы не потратили много ресурсов и денег на это мы точно также можем просто это продать да то есть не сильно заморачиваемся и немного денег потерял зато получив бесценный опыт в автоматизации если нам все нравится то дальше мы начинаем заморачиваться там делать умный дом в То есть покупаем еще пять устройств, условно говоря, тоже их ставим там в пару выходных и получаем уже, как бы у нас уже две комнаты автоматизированы, у нас уже есть безопасность в доме, у нас есть управление освещением, то есть уже в двух комнатах и мы немножко подзабиваем, ждем какое-то время, то есть никуда не торопимся, наслаждаемся тем, что есть и после этого, допустим, нам хочется сделать еще на кухне что-то прикольное, да, то есть мы там ставим датчики всего, возможно на окна можем поставить, там на входные двери, там поставить управление отоплением, управление, там просто контроль безопасности поставить, контроль возгорания, там сирены какие-то и уже можно сказать, что у нас уже получен такой серьезно заряженный умный дом на некоторых комнатах и мы точно так же просто можем дополнять эту систему, докупая там по одному, по два устройства, когда она заблагосуется, когда вам это удобно, когда у нас есть какие-то определенные финансы и мы их можем добавлять в нашу систему без каких-либо проблем, то есть все это происходит очень просто, если у нас есть наш контроллер, мы его мы открываем веб-интерфейс, добавляем устройство и оно уже начинает работать со всеми другими девайсами, то есть они друг друга видят в системе и друг к другу могут обращаться. И вот самое главное, что в ZWA в сети есть, это контроллер, по сути, для чего он служит, то есть по сути он служит для того, чтобы эту сеть ZWA делать, то есть это включение и исключение устройств, также её конфигурация, плюс это хранение таблицы маршрутов, то есть это все таблицы маршрутизации для устройств, то есть чтобы наша сеть была широкая и большой, нам нужно там много устройств, соответственно для того, чтобы было много устройств, нам нужно таблицы, чтобы все эти устройства правильно ими управлять и правильно комментировать. Самое главное, что в контроллере есть интерфейс пользователя, то есть через него идёт настройка полностью всей системы и идёт дальнейшее управление системой. По сути, из четырёх этих пунктов – это самое главное. Ну и, можно сказать, из трёх пунктов. Потому что исполнение поиска сценариев – это, можно сказать, неотъемлемая часть веб-интерфейса. Она включает в себя управление разными устройствами по расписанию, по взаимодействию друг с другом. Вот таким вот форматом. Теперь давайте быстренько про контроллеры. Сейчас пробежимся, расскажу. У нас вообще… Ну вот конкретно наша компания представляет в основе четыре бренда по контроллерам. Это фибаровские контроллеры, это разбери-контроллеры, зипато-контроллеры и вера-контроллеры. Какие они есть? То есть, есть два вида этих вот, допустим, фибаровских контроллеров. Это у нас Home Center 2, Home Center Lite, один побольше, другой поменьше. У них немножко разные возможности. У них куча интерфейсов. То есть, есть и веб-интерфейс, есть и Android iOS-интерфейс на планшет. Такой же Android iOS есть на телефон, и также есть еще на Apple Watch тоже интерфейса. В чем, так сказать, прелесть этого Home Center? Вообще, он считается таким самым крутым-крутым контроллером по причине того, что там очень много что идет из коробки. То есть, там идет из коробки система геолокации, там пуш-евдомления, там функциональный веб-интерфейс тоже. На самом деле, он функциональный, как по мне, но вот его за это очень ходит и лелеет. Там можно из коробки камеры подключать. И, в принципе, неплохая интеграция. Плюс, там еще есть возможность простой разработки сценариев и виртуальных устройств на Lua. Это тоже является таким ключевым фактором, за который этот контроль я, соответственно, и уважаю. С Home Center Lite все менее круто, то есть, он такой более лайтовый, не звучал глусмысленно, но там меньше вариантов использования контроллера, то есть, там нет программирования на Lua, нельзя сделать смс-уздомления, геолокация, по-моему, есть. Ну, в общем, такие вот две ключевые вещи, то есть, создание сценариев и виртуальных устройств на Lua, то есть, это довольно-таки ключевая вещь, без которой очень тяжело делать автоматизацию. Дальше у нас есть Vera Edge, Vera Plus. На самом деле, у нас уже только Vera Plus и Vera Secure. То есть, Vera Edge – это уже довольно-таки старый контроллер, но в том числе он до сих пор стоит у многих людей и нашел свое признание. Признание или признание. Ладно, не принципиально. Очень приятный контроллер, на которых можно поднять HomeKit, который, в принципе, не такие мощные из-за того, что у них всего одно игровое процессор, но, в принципе, довольно-таки хорошо работающий, с приятным интерфейсом, правда, только на английском языке. И, то есть, он менее вынослив, если там его конкуренты типа HomeCenter или же Raspberry, но, соответственно, вот эта вот фишка с HomeKit довольно-таки много решает. Ну, еще плюс он довольно-таки популярен и сильно продвигается, поэтому, соответственно, так он популярен. Есть у него интерфейсы различные. Есть у него вот интерфейс под телефон, есть веб-интерфейс, есть также подпланшетный интерфейс. В принципе, я рассказал о его преимуществах. Там еще стоит очень сильный интернет-магазин, так сказать, с приложений, которые, соответственно, подверг заточены и тоже позволяют гибкий контроллер с различной поддержкой интеграции сделать. Вот еще есть контроллер линейки TheWay, то есть, это разработка непосредственно TheWayFME компании. И тут есть стики, тут есть Raspberry контроллер и есть еще TheWayFME Hub. То есть, если смотреть, ну, это как Play Market, Виктор, то же самое. То есть, какие-то платные, по-моему, там все бесплатные, ну, то есть, просто такое название носят. Возможно, какие-то платные тоже добавляют, но очень сомневаюсь в этом. Вот, есть вот эти вот USB, который стик, потом идет Raspberry, черная коробочка и белая коробочка, это у нас TheWayFME Hub. Они, по сути, все схожи между собой, то есть, у них, в принципе, одни и те же функции. Просто кто-то помощнее по ресурсам, кто-то меньше по ресурсам выдает, да. Но, по сути, там одно и то же ПО, одни и те же возможности. По цене, соответственно, они тоже немножечко разные. То есть, самый дорогой это Развит, он стоит 1390, потому что, ну, там стоит Raspberry Pi 3, и вообще, в принципе, то есть, это полностью открытое ПО, с которым можно работать и взаимодействовать, как наша душа угодно. Потом стик 7550 стоит тоже, но стик это решение такое не столь надежное, потому что он втыкается в компьютер и работает только тогда, когда компьютер включен. И есть еще PopHub, у которого есть Wi-Fi интерфейс, к нему можно подключать еще интернет-донгл, который позволит, то есть, работать с этим устройством без каких-то прокладок в виде еще роутера. Вот, то есть, куча тоже интерфейсов, ну, это один и тот же интерфейс, на самом деле. Говорю, почему куча, потому что есть и на iOS, на планшет, и на Android планшет, и на телефоне тоже есть, и есть веб-интерфейс. Причем там неиспенсерное приложение, сертифицировано, конечно, только одно, это ZVA Control, но, соответственно, некоторые люди делают еще другие приложения, которыми, в принципе, тоже можно пользоваться. Плюс, чем еще ZVA хорош, тем то, что там можно поднимать различные интерфейсы, то есть, можно сделать интерфейс на Trone, у них есть интеграция с нами. Можно сделать очень красивый интерфейс, есть интеграция с нами. Можно сделать очень красивый интерфейс Ридиума. И плюс еще очень открытое ПО для интеграции с любыми сервисами, которые, допустим, бесплатный сервис или, допустим, какие-то, ну, какие-то другие протоколы. И с ними тоже можно по HTT-протоколам тоже автоматизироваться. ZPAT – это контроллеры, ну, для меня, если честно, менее популярные, но, в принципе, довольно-таки чем-то могут быть интересные. То есть, есть такой революционный, инновационный супермега-планшет ZPATIL с интерфейсом, точнее, с экранчиком и с интерфейсом внутри, который на Android 4.0 сделан. Соответственно, уже очень давно и морально устаревший. И вот на этом планшете есть еще интерфейс для того, чтобы тыкать в приложение ZPAT все эти вещи. Плюс, на нем еще шесть датчиков, но, насколько они прям верно показывают, я браться не стою, не буду, точнее. Но, соответственно, вот это все его, в принципе, преимущества, кто интересовался ZPATIL. Берут его реально не часто, потому что, по сути, это реально планшет, просто интегрированный вместе с контроллем ZWave за довольно-таки большую цену. Ну, остальные девайсы, ну, точнее, два контроллера, с ними тоже не очень много каких-то рассказов есть, просто есть интерфейсы под iOS, есть интерфейсы под Android. На планшетном приложении нет у них, на iOS, на Android у них точно есть, если есть ZPATIL. Ну, и, соответственно, все это выглядит примерно вот так вот, и какие вообще у них преимущества, ну, или какие вообще самые главные ключевые фишки. Самая такая фишка, которая мне не нравится, это то, что все данные хранятся в облаке, и если контроль уже теряет сеть, то данные из облака не обновляются, и поэтому возможность управления нашим домом без интернета отпадает. Это вообще не очень круто. Плюс также есть ZPATBOX крутой контроллер, в который можно понатыкать кучу разных модулей. Там с триджи модем работы, с KNX там тоже шлюз можно настроить. Тоже довольно-таки интересная вещь, но, честно, не особо популярная, насколько я знаю. Другие датчики подключать нельзя. Ну, в плане беспроводных датчиков можно, естественно, подключать. Проводами можно только, по-моему, питание подключить, и там у него какие-то еще выходы есть. Можно посмотреть в инструкции у нас на сайте. И теперь, ну, про ZPAT примерно понятно. Если будет интересно, я сделаю еще отдельную тоже в Телеграме статью про ZPATile, но по факту прям супер-мега что-то интересного от этого контроля не стоит ждать. Также еще скажу сейчас про интерфейсы. Дело в том, что интерфейсы не у всех контроллер... Вообще интерфейс – это очень главная часть, это очень серьезная часть в взаимодействии с пользователем. То есть это, по сути, самая главная часть. Потому что от вот этого взаимодействия зависит юзер-экспириенс, от этого зависит вообще пользовательское отношение к этой системе. И если мы один раз накосячим с интерфейсом, где-то поставим неправильный интерфейс или некрасивый, или криво настроенный, то человек просто на это посмотрит и скажет, блин, это очень сложно, ну нафиг я буду лучше все это руками щелкать. И вы добавите в копилку людей, которые за то, чтобы жить в каменном веке, еще одного пользователя. Поэтому вот в этом плане Iridium решает очень много проблем, потому что он позволяет делать очень крутые интерфейсы, очень симпатичные интерфейсы, очень юзабельные интерфейсы с возможностью точной-точной настройки всех устройств. Это не реклама на самом деле, но все-таки Iridium очень часто инсталляторы интегрируют в The Waysoft, делают такие тоже интеграции, которые позволяют заменить стандартный интерфейс от Raspberry на какой-то вот симпатичный и продуманный с точки зрения UX вообще интерфейс на Iridium. Iridium это то, чем нужно уметь пользоваться. У нас есть даже курс, который идет в Виталик, на семинарах по Iridium, то есть там об этом во всем рассказывается, тоже советую, рекомендую. И, в принципе, ознакомитесь, что такое вообще Iridium, в принципе, если не знаете, потому что это довольно-таки важная вещь, которая, ну, блин, она очень крута за счет того, что это просто любой интерфейс на любой контроллер, на любой протокол. И гибкость, гибкость тоже отличная. Не спорю, что у Iridium там хорошая поддержка и обучение, просто я говорю конкретно сейчас под наш протокол, под ZATWIF, у нас тоже есть обучение. Мы там не претендуем на какие-то роли Iridium мастеров, просто мы рассказываем, как это делается у нас. Также есть еще один интерфейс, это интерфейс Tron, это 3D интерфейс, тоже такая прикольная штучка, которую сделали ребята из Tron BMS. Это такая вещь, что они вам отрисовывают, то есть вы заказываете дизайн проекта вашего дома, они условно за 100 долларов отрисовывают вам любой ваш 3D объект, натягивают его на коробку за 20 тысяч, и вы получаете в каждом вашем планшете, телефоне, там браузере, по-моему, даже получаете возможность управлять всем вашим домом через такую 3D визуализацию вашего дома. Не столь удобно, да, то есть, как по мне, то есть, в принципе, для больших объектов это удобно, для маленьких, там, для двушки, ну, скорее всего, тоже удобно, но реализация пока у них довольно-таки хромает, и, ну, сыроват продукт, но, в принципе, очень крутая затея, очень крутое решение. Я бы хотел, ну, как бы, чтобы для дома такой был планшет, который все-таки жмак-жмак туда вправо-лево крутит, можно там везде поменять цвет, изменить количество освещения. Можно тоже на ютубе посмотреть про Tron различные видосики, очень, очень грамотно сделаны, ну, и, в принципе, концепция вся очень реально приятна. Теперь давайте перейдем к затвеев устройствам, будем пошустрее это делать, потому что времени не так много. Не буду тормозить на каждом девайсе, как я про него конкретно рассказываю, потому что не все они столь популярны, я расскажу только про самые такие известные популярные, и я стою на тех, на которых я, соответственно, решил заострить внимание. Устройств реально много, тут представлены тоже в презентации не все, есть и другие девайсы, и у других брендов есть девайсы на российской частоте, но все, что здесь вы видите, все это на российской частоте, все это, соответственно, приобретается в России, все это лицензировано и реализовано. Погнали. По управлению освещением, то есть у нас есть наши рележки FIBAR, в принципе, вот по управлению освещением, все одно и то же, да, то есть это рележки, это диммеры, это RGBV-контроллеры. То есть принципиально там чего-то нового не найти, то есть можно только сделать там каскад из диммеров, или там каскад из рележек, или каскад из RGBV, ну то есть такие прям вещи не особо серьезные. И что вообще позволяет реле сделать? Реле позволяет управлять любой нагрузкой, то есть не только освещением, да, не только освещением, но, в принципе, любыми бытовыми приборами, то есть любой нагрузкой, то есть там и насосами тоже можно им управлять. И есть два типа рележек, в принципе, то есть они делятся на одноканальное реле и на двухканальное реле. Больше каналов в Z2V нет, есть только одно устройство с пятью каналами, о нем я дальше расскажу. Ну и, соответственно, управляем либо одним каналом, либо двумя каналами, также можно настроить световую автоматизацию. Ничего тут прям сверхнеобычного нет, точно так же, как нет ничего необычного в реле для управления светом от Z2V. То же самое рележка, либо одноканальная, либо двухканальная, в различных исполнениях, подключается к фазе и к нулю только. Да, это, кстати, важно забыл сказать, то, что все рележки не подключаются и к фазе и к нулю, а диммер подключается либо в разрыв фазы, либо к фазе и к нулю. Но диммеры не все, только вот фибаровские. Чуть-чуть дальше расскажу. В общем, про реле тоже понятно. И вот у нас тоже диммер. Этот диммер фантастическая вещь, которая работает в разрыв фазы, то есть, в принципе, таких диммеров не очень много, даже в других технологиях, то есть и в проводных тоже их не очень много. И этот диммер служит для того, чтобы регулировать освещение в доме от 0 до 100%. Также, если он ставится в разрыв фазы, то есть ставится только к нулю, то ему, возможно, потребуется вот такая штучка, как шунт, который будет снимать лишнее напряжение при выключенном состоянии, что избавит лампу от мерцания при подключении к диммеру. Также есть RGBV модуль от FIBAR, который работает от блока питания. След работает через блок питания. Все, в принципе, работает с LED, ну, через блоки питания, точнее. То есть, если у нас есть корректный блок питания, то с ним можно все это настроить. RGBV модуль работает только с блоком питания. 12,24 вольта. И у него есть 4 канала Red, Green, Blue, White, которые позволят этой сиелентой управлять. Также ее можно использовать с помощью колхозных своих мыслей. И подключать, допустим, какие-то шимовские устройства, типа там датчиков влажности, датчиков аналоговых температур. То есть, мы подключаем к этому девайсу, точно так же видим всю информацию об этом девайсе. Но это, опять же, нужно с этим довольно-таки сильно заморочиться. Соответственно, как вы уже поняли, все это работает по шим. Кстати, с помощью него также можно вообще авторитизировать замок, допустим, какой-нибудь электромеханический, который будет отвечать за... Один канал будет за Regal отвечать, друг канал будет отвечать за язычок, вот отвечать, третий за ручку повернутую. В общем, тоже эту автоматизацию можно сделать. Вот еще также есть релешка от Filio, есть 4 варианта. Нет, я же сказал, что диммер питается от 220 вольт, а лента уже будет питаться через 12 вольт устройство. Но, опять же, для диммера нужно диммеровый блок питания найти, который будет поддерживать, соответственно, тряковские изменения, то есть, там, по заднему фронту. Вот. И релешек с Filio очень много, то есть, их целых 4 штуки. Это у нас 1.2 канала, и один тип реле, он работает с сухим контактом, а другой работает с энергопотреблением. То есть, одни релешки могут челкать просто в сухую, замыкая что-то, а другие могут мерить энергопотребление, там, до 2,5-3 кВт на один канал. Вот. Соответственно, тоже есть одноканальный и двухканальный реле, чуть-чуть дешевле, чем у Fibara. В принципе, такое бюджетное решение бюджетное решение от Filio против Fibara. По 0,10 вольт диммер не работает, поэтому работает вот эта штука. Вот эта штука работает по 0,10 вольт, у нее каждый канал выдает шеверский. Также есть еще силовой реле, а ее так как я веду не со смарт-свитч, это просто очень большая дрежка на 10 кВт. Также у нас нет в наличии витрунов, мы их берем под заказ. Обратиться точно так же можно к официальным представителям витрунов в России. Тоже у них можно заказать, можно это делать и не у нас, но можно и у нас. И чем хороши витрунов, тем, что у них есть устройство Z-Wave с Z-Wave-чипом, соответственно, и у них очень крутые различные дизайны, то есть там можно и стекляшку поставить, можно и камешек поставить, можно там рамор поставить вместо этой пластиночки, да, и, соответственно, там очень много девайсов, то есть линейка такая, что там есть одноканальные, двухканальные, четырехканальные диммеры, четырехканальные релешки, двухканальные релешки. Ну, естественно, они работают только в паре с накладкой, то есть ими можно управлять, в принципе, и через интерфейс, но обязательно должна быть накладка все-таки, чтобы это было хотя бы как-то симпатично. Ну, то есть Vitrum это довольно-таки дорогая штука, у них еще подрозетники итальянского формата, то есть такие вот прямоугольные, да, и, ну, то есть, ну, с ними не совсем просто работать, но есть люди, которым прям Vitrum нравится, это очень круто, что сюда стоит Vitrum, но говорят, что они выйдут из Европы, я не знаю почему. Вот, и вот наш новый девайс, который, кстати, уже очень-очень скоро выйдет, то есть, как мне говорят, с 5 марта уже будет продажа, то есть с 5 по 10 марта открываются продажи, и это новая линейка Z-Wave, это Helton, то есть Helton это бренд из Армении, который делает 3 девайса, то есть мы решили вот не закупить девайсы, ну, это 3 девайса, ну, это 3 девайса, то есть мы решили вот не закупить девайсы, это свитчер, это термостат, и это еще фан-койл, и вот свитчер, это пятиканальное реле, которое может быть еще и развязано, это канал, да, то есть оно может выйти как сателлит, то есть управлять, в принципе, любыми вещами в доме по радио, плюс еще куча разных цветов тоже там, это все стекляшка, это все сенсорная стекляшка, и там, по-моему, что-то 6 цветов, или 8 цветов, и 6 различных рамок есть, ну, в общем, вариативность очень большая, и крыльшке стоит присмотреться, потому что она, в принципе, может работать как сателлит, еще быть отвернута, то есть она питается от постоянного питания, то есть она точно привязывается к постоянному питанию, у нее сзади есть такой тоже корпус, который становится подрозетник, но там 5 каналов есть, соответственно, и это смотреть нужно в ближайшее время у нас в рассылке и на сайте, то есть скоро я буду заводить депозиций, скоро я буду, ну, как бы все это уже вкидывать в мир, плюс еще в инстаграме фотки есть, кстати, тоже Андрей Скиннин, может быть, это есть кто в инстаграме, там тоже стоит посмотреть на вот эти фотографии, и описание тоже будет, там все будет хорошо, там, кстати, анонс тоже есть небольшие, со свичером примерно понятно, в принципе, как по мне, это реально даже крутое устройство, хотя бы, потому что 5 каналов и цвета различные, дайлинг, который будет работать, вот, также есть еще LED-лампочки, типа AK Philips Hue, но на самом деле я считаю, что лампы, в принципе, годны только для того, чтобы ретрансферировать сигнал, и они сами по себе довольно-таки дорогие, то есть мы можем купить реле, и у нас почему-то случайно сломается там наша лампочка, да, там условно какая-то энергосберегающая, мы ее заменим, а если сломается эта лампочка, мы просто потратим, как бы, 5 тысяч в пустую, да, то есть, это будет вообще не круто, поэтому они, по большей части, просто как ретрансляторы, я их обычно никогда не рассматриваю, вот, теперь модули в розетку, в принципе, они все очень похожи, то есть там различия только во внешнем виде, в шифровании, там есть некоторые различия, но это вообще, по сути, не принципиально, и все, и форм-фактори. Все эти модули в розетку, это просто либо реле, либо тоже диммер, но диммеры очень слабенькие, там всего один диммер есть, по большей части, это просто реле, но диммеры очень слабенькие, там всего один диммер есть, по большей части, это просто реле, которые смотрят на энергопотребление и включают-выключают сеть. С помощью этих релешек можно пройдет вообще многими вещами, допустим, у меня сейчас стоит аквариум, который отключается по ночам, потому что он громко шумит, а мне ленило к нему подходить и выключать. Вот я просто выключаю его в 11 вечера, включаю в 8 утра. И, соответственно, сейчас пробежимся быстренько, покажу, что вообще какие релешки есть. Вот самый известный, это его Black, очень маленький девайс, симпатичный, красивый, компактный, со светодиодным кольцом, в общем, замечательная вещь, но дорогая. Также есть ToyotaX Smart Switch, который немножко подешевле, но у него еще есть USB-разъемы, тоже есть такая вот светодиодная подсветка, по контуру тоже она вот есть. В принципе, у него USB-разъемы завязаны с модулем, ну, главным релейным, поэтому они вместе включаются и заключаются. Не знаю, что такое разъем-зависимый, еще раз повторюсь, дайте. Вот ZWF-мир релешки, это просто релешки, как бы, да, которые можно поставить в ванну, то есть у розетки слева у нее IP44, поэтому ее можно поставить, она будет влагозащитная немножечко. Ничего такого больше необычного нет. То же самое, вот, модуль Gimmer и модуль Gimmer EverSpring, они управляют тремя основами ваттами, и они, по большей части, используются для светильников. В других форматах они тоже, как и трансляторы, дешево используются, и, по сути, больше ни для чего. Вот теперь по моторам. По моторам самая такая известная штука, это Fibara Roller Shutter 2. То есть она управляет моторами, управляет жалюзи различными, разными шторами, рульстаунями и воротами. Шторами, рульстаунями и воротами. Может измерять энергопотребление, и оно, в принципе, оно не очень хорошо работает с некоторыми типами ZOF, поэтому нужно, если мы хотим делать все это в паре с ZOF, то нужно сперва все-таки это все проверить. Не спросить вообще у замфишников, как сказали в части, мне, кстати, понравились замфишники. Спросить у них, можно ли подключить умную релешку, типа там ZOF релешку, к их выключателю. То есть, если они скажут нет, то лучше не пробовать, потому что у них их вот эти вот моторы, они обладают собственной логикой, которая конфликтует с логикой вот этого релешаттера, поэтому могут неправильно, некорректно работать, то есть лучше проверять. Но, в принципе, с остальными моторами, которые не умные, они работают со всеми и, в принципе, довольно-таки хорошо. Главное еще, чтобы были концевые выключатели. Главное еще, чтобы были концевые выключатели. Есть еще первый релешаттер, кстати, это более старая моделька, которая есть в наличии буквально там пару штук осталось. Если ее хочется приобрести, то можно ко мне обратиться. Почему? То есть она тут, потому что вот она работает в ZOF, и она более механическая, и есть фанаты вот таких вот вещей, которые, ну, как говорят, раньше было лучше. И вот в этом плане, возможно, роли шаттер реально улучше решение, чем роли шаттер 2. То есть, возможно, кто-то так считает, и, возможно, даже я разделяю такие мысли на этот счет, потому что эта релешка работает просто механически, то есть там нет собственных мозгов, и вот она, соответственно, просто будет работать совсем. То есть это просто танк ты поставил, он едет. То же самое с релешаттером, к чему-либо... То есть это просто танк ты поставил, он едет. То же самое с релешаттером, к чему-либо включаешь, совсем работает. То есть, если надо, знаете, кому он родится. blind control в принципе то же самое что из-за твоих meyer и решка ничего не скажу о ней вот датчики контроля фибара motion sensor тоже очень такая очень известная штукенция то есть это фибара глаз да то есть он реально так подсвечивается когда срабатывает то есть у него разная температура он меряет температуру он мерит освещенность и зависимости от температуры он у него индикатор меняет цвет это забавно и это хороший ux для для пользователя он очень компактный очень кругленький очень маленький и соответственно на этом все есть также еще 61 так и в нем уже кучу на этом все есть также еще 61 мою так и в нем уже кучу кучу разных девайсов встроен то есть датчики движения датчик температуры освещенности и влажности и вибрации даже есть ультрафиолетовый датчик просто полный фарш этим он хорош поэтому он в принципе стоит примерно столько же как 4 в 1 который предыдущий вот у него плюс еще возможность есть на постоянном питании сидеть питаться постоянного питания и также батареек конечно же можно антон запрограммировать дабл свитч управление по двум фазам но если вдруг внезапно мы зажмем две фазы сразу да то есть если мы два канала сразу включим на моторе то он просто нахрен сгорит и поэтому лучше использовать спецоборудование которая в любом случае будет перечелкивать свой канал то есть это уже зашита ими полностью в мазки вот перещал slide свой канал то есть это уже зашита полностью в мазке которую под перечел китрвая канал при переключении вращения в одну и в другую сторону Также есть простецкие, но серьезнейшие датчики Filio, которые работают под большим радиусом и которые имеют только датчики движения в себе, ничего больше. Очень компактный, очень маленький и в принципе такой аналог, ну в общем, Fibara Motion Sensor на минималках можно сказать, но по радиусу действия они побольше. Еще от мультисенсора Filio есть 4 в 1, 3 в 1, тоже там на самом полный фарш из этих вариаций, то есть есть 4 в 1 с датчиком движения температуры освещенности и открытия, то есть есть датчик движения и датчик открытия. Также есть еще разделение просто на датчик движения температуры освещенности, есть датчик открытия температуры освещенности и в общем еще их там куча-куча разных. Также есть датчик протяжки Fibara Fluid Sensor, он напольный, единственное в принципе напольное устройство, то есть мне недавно звонили и спрашивали, типа, а что есть вообще напольный? Ну как бы да, вот есть Fluid Sensor, который может лежать на полу, срабатывает, если под него капала водичка. Остальные все настенные, то есть в этом тоже преимущество Fluid Sensor, вот конкретно вот этого. Там еще есть датчик температуры и тампер скрытия, который позволяет ссортировать температуру и если его передвигают по комнате, если там допустим его смыло или его забрало ребенок, мы об этом тоже сможем узнать. И есть еще датчики протяжки Fibara, датчики протяжки Everspring, вот они с выносным шнурочком, у них радиус датчик протяжки точнее, у них по длине 2,5 метра и 3 метра, они креются на стену и соответственно шнурки, попадаются под возможную точку протяжки, то есть допустим в туалет или в ванну, если у нас все протекает, мы все просто перекрываем. И как это делается? То есть часто вопрос, нафиг нам датчик протяжки, если мы ничего не можем перекрыть? Нет, мы все можем перекрыть. Как это делается? Мы берем электромеханический клапан, его включаем в крылешки и всем этим спокойно управляем. Есть у нас протечка, то есть мы настраиваем сценарий, что если все протекает, то мы перекрываем наш клапан с помощью релешки. Собственно, вот так все это просто работает. Так, теперь у нас датчик открытия. Так, теперь у нас датчик открытия, большая-большая линейка разных девайсов, то есть разного цвета. Он очень компактный, ну, довольно-таки такой толстоватый и, ну, на самом деле, больше, чем вот этот сяомовский, да, то есть, но тоже, в принципе, довольно-таки хороший по размерам. К нему еще можно подключить кнопку, кстати, и с нее какие-то цены активировать, то есть проводную кнопку. Или же датчик DS18B20, который тоже будет показывать температуру и вот это такое-то, ну, кастомное и нестандартное расширение возможностей этого датчика. И он, соответственно, имеет сигнал тревоги, то есть, если он замкнется в этом режиме, то он отправит пуш-отновление на телефон через компьютер, естественно. Точно примерно такой, чтобы чуть побольше датчик открытия в Филеу 3 в 1, как я уже рассказывал про него. И вот есть еще датчики открытия IO-TEC, IO-TEC, в принципе, довольно-таки симпатичный бренд. И вот они первые, кто начали устройство делать на блоках питания, то есть там есть USB-разъем, мы можем это устройство зарядить, вот конкретно я говорю про левое, да, то есть треугольничек. Мы его заряжаем, вешаем и он полгода работает на сработку, ну, то есть на сработку открытия двери. То есть в этом тоже такая небольшая революция, то что все переходит на такие заряжающиеся модули, то есть нам батарейки не нужны, нам нужна просто зарядка, по сути, и все. Точно так же мы это можем делать с помощью, там, пауэрбанка, походить по дому, зарядить быстренько все это и все, то есть там потратить буквально минут 20 на все это дело. Вот, еще есть также датчик дыма, самый маленький, самый такой компактный, беспроводной, раньше, кстати, был он проводным, но сейчас он полностью беспроводной, он работает с батареек, мы его вешаем и ждем пока что-то загорится. То есть если что-то загорается, он чувствует либо дым, либо сильное повышение температуры, и тогда он начинает громко-громко рать и отправлять пуш-выдавление всем, кому надо. Есть датчик угарного газа, который реагирует на повышение угарного газа в комнате и, соответственно, тоже отправляет звуковое сообщение громко, довольно-таки, вот, если он включается, просто начинает громко-громко верещать и отправляет еще там пуш-выдавление или там смс-ку или там e-mail на устройство, который все это, на котором все это забили, отправляет туда, короче, кому надо, в общем, вот, да, человек, или же, соответственно, уже в какие-то неведомственные, вне-ведомственные пожары, короче. Вот, и датчик дымофили, вот, огромная-огромная такая байда, которая по полтора-два раза больше, чем фибаро-датчик, фибаро-датчик, и он тоже обнаживает задымленность, и, соответственно, очень громкий, он громче, чем фибаро-датчик, но он, как бы, еще и большой, чуть-чуть подешевле, только вот в этом, по сути, его плюсы есть. Также есть еще, на самом деле, куча девайсов, вот один из них довольно-таки забавный, прикольный, это вот Zigenia Aubi, это такой проветриватель, то есть мы для него сверлим отверстие под окном, или вообще в любом месте, и он нам включает, так сказать, вытяжку воздуха, то есть он нам притягивает свежий воздух, фильтрует его, и на основании второго устройства, это Sensor Air, он смотрит на качество вообще воздуха в доме, и, соответственно, включает и выключает все это по автомату. Также он может участвовать в сценах. Есть еще забавные только измерительные клещи, которые меряют две фазы. По-моему, они могут вообще даже мерить три фазы, насколько я помню, и они довольно просто монтируются, с помощью них мы вообще можем определить все энергопотребление в нашем доме буквально одними клещами. Вот. И еще есть также у нас замки. Замки – это не особо популярная вещь, как оказалось, и она не совсем подходит под какие-то там... Ну, это более офисное решение, то есть на входную дверь в доме я бы не вешал такую штуку, потому что, ну, она не такая, не столь надежная, поварается с ключиком, но вот если конкретно под офисное решение говорить, да, то это прям... супер-супер штука, потому что можно пустить, вообще можно знать, кто к вам зашел в дом, фу, точнее в офис, кто вам зашел постоянно, то есть там 13 кодов различных можно забить, и можно просмотреть, кто выходил, кто выходил, конкретно, кто вводил, кто мой код. Также есть еще сирена IUTEG, это просто сирена Акари-транслятор, она вставляется в розетку, и если там какой-то датчик движения, датчик открытия сработал, то начнется вершение этой сирены, также если у нас питание в доме пропало, то точно так же она сработает, потому что у нее есть внутренний блок питания. Это хорошая сирена, мне очень нравится она. Вот это нормальная сирена, в принципе, и вот еще есть разные такие сиренки, типа вот уличная сирена есть у нас, да, которая ставится на улицу, можно даже зимой ее ставить, и она собирает... Можно даже зимой ее ставить, и она собирает солнечные лучики, ими питается, заряжается, и может работать на улице. В принципе, довольно забавное решение. Есть еще другая сирена, которая питается от 6 вольт, не от розетки постоянной, тоже может быть ретранслятором, настраивается по громкости. В общем, успеть прямо все рассказать очень-очень будет долго, поэтому я не затягиваю. Вот. И теперь у нас с управлением домом, это Fibara Swap и Fibara The Button. Это две таких крутых штуки, которые, честно, мне очень-очень нравятся, по причине того, что кнопка – это просто блеск. Мы жмем кнопку, запускаются какие-то сцены. Мы проводим перед свайпом рукой, там взмахиваем, там все срабатывает. Ну, в общем-то, довольно эффектно, и это... Ну, вот свайп – это на самом деле понты полнейшая кнопка. Это довольно-таки функциональная вещь, то есть на нее можно много разных сцен повесить. На вещь, то есть на нее можно много разных сцен повесить. Сцены вы можете сами придумать, вы даже можете сейчас написать в комментарии пару сцен, то, что вы как-то совсем уже все подрасклеились, подраслабились. Вот, напишите, какие сцены вы сделали на Fibara The Button. Вот. И, в принципе, два реально крутых девайса. Они работают от батареек, также Fibara Swipe работает от постоянной сети, также работает он, от нее работает шустрее, кстати. Вот. И запуска от революционной сцены взмахнут. То есть вправо-влево, вверх-вниз, круговые движения активируют различные сцены. Вот это вот тоже очень хорошая вещь для умного дома, в плане того, что это устройство, которое позволяет нам управлять светом откуда угодно, да. То есть мы его можем в карман бросить, как, в принципе, и кнопку, да. Мы можем его повесить на одну стенку, мы можем перевесить его там на пару сантиметров ниже, выше, в общем, в другую комнату перенести его. И вот эти вот беспроводные выключатели из-за твоих ми, очень, ну, их можно привязать к любому реле, который у нас есть в доме, и управлять из любой точки. То есть тут у нас еще также двухканальные, и самый интерес прорисовывается вот в этом видео. если Андрей сможет найти переносок-включателя, то можете тоже потом посмотреть по ссылочке в чате. Сама концепция такая, что у нас есть ребенок, да, и когда он появляется, в принципе, у нас наш быт меняется, да, то есть он там хочет, ну, в общем, в доме реально все меняется, какие-то вещи меняются, то есть он начинает там, допустим, пуянить, или нам будет ходить больше возможностей для самостоятельности его, допустим, с помощью вот такого вот выключателя, который там двухканальный, наканальный, можно опустить свет пониже, то есть опустить чуть пониже, выключать, и он сможет тоже светом самостоятельно управлять, то есть ребенок себя будет пользоваться, чувствовать себя уже таким полноценным взрослым членом общества. Также есть слетевший текст около многофункциональной кнопкиFilio, это кнопка, работающая в двух форматах, то есть либо горизонтально, либо вертикально. Если она находится горизонтально, то это просто обычная кнопочка, мы ее жмем, она работает. Если она находится вертикально, мы можем ее вот так вот крутить по кругу. и управлять, допустим, каким-то диммером. Поподробнее можете тоже видео в Инстаграме посмотреть. И также еще тоже один хороший кейс, если мы жмем на кнопку, включается вообще весь свет в доме. То есть она может стоять на кухне, она может стоять при выходе из дома. Мы просто жмем на кнопку, весь свет выключается, и как бы... либо все бегут из дома, либо все бегут на кухню, чтобы уже понять, что аппарат есть. И теперь приходим к микроклимату, и здесь у нас выезжает наш новый девайс Helton Fan Coil. Это вещь для управления фан-коилами, то есть мы можем... ... ... ... Это вещь для управления фан-коилами, то есть мы можем управлять скоростью вращения вентиляторами в доме, можем управлять спидсистемами. Честно, пока я не знаю, как это делается, но, по-моему, это делается по 0-10 Вольт, точно так же, как и в RGBV. Но здесь очень приятный интерфейс есть, тут в нем еще встроены датчики, есть влажность и температура. Также можно ставить любую температуру и распределять по режиму температуры, то есть мы выставляем там, допустим, под... как в Instagram прыгать, там все это написано. Также в Telegram я сделаю статью на него, но попозже. Есть... Вот в фан-коил есть... Также в Telegram я сделаю статью на него, но попозже. Есть... Вот в фан-коил есть термостат, в принципе, всякая такая на самом деле, как вот эти два товарища появились, да, вот этот хилтуновский чувачок, вот фан-коил термостат и хитыд, я честно вообще понял, что давай, до свидания, потому что он не особо будет актуален. Во-первых, он довольно-таки дорогой, во-вторых, он довольно сложен в понятии, там такие есть какие-то проблемы с версиями еще у него. В общем, он не столь прям... С версиями еще у него. В общем, он не столь прям... Крут, сколько вот те вот два устройства. Но, в принципе, до этого момента абсолютно все пользовались хитыдами, потому что у него очень крутые санасованные кнопочки и, в общем, довольно милые в черном и белом исполнении. И поэтому с его небольшими недосадочками мерились. Также есть беспроводные такие термостаты в комплекте с ревешками для задания температуры, там, допустим, на 7 дней. Беспроводные, в принципе, не особо популярные, никому не говорят. То же самое вот с крутилочкой есть. И вот есть ремотек за XT-120. Мы уже потихонечку от них отходим, то есть мы приобретаем другие девайсы. У нас будет ремотек за XT-600. Пока есть ремотек-120, его, в принципе, тоже можно к нам приехать пощупать, но не рассчитывать, что он будет довольно-таки долго существовать. Он управляет кондиционерами, он управляет, в принципе, в любом ИК-устройстве. На него можно записать 27 команд различных, или же можно выбрать из большой базы 6 тысяч кодов. Наш код на кондиционер, он будет управлять... То есть в него может сразу запишется вся команда, он будет управлять конкретно нашим кондиционерами. Есть также термогулятор Danfs Living Connect. Почему опять текст съехал? Я думаю, не сильно обидится, что текст съехал. И как он ставится? То есть он ставится просто на термоголовку, на батарее, то есть там такой шпиндель стоит, мы цепляем, закручиваем, и он его плавно-плавно не двигает щад, пожалуйста. И он плавно-плавно регулирует температуру. Виктор, да, у ИК обратной связи нет, в этом как бы минус есть, поэтому лучше это делать не через ИК, а через другие... Это делать не через ИК, а через другие протоколы. Вернемся к Danfs. То есть мы его просто цепляем, у него есть, ну, как батарея, у него есть, собственно, маленький интерфейсик. Мы можем с помощью кнопочек выставить нужную нам температуру, и также можем выставить все это с интерфейса контроллера. Еще есть, похожий на Danfs Living Connect, есть Fibara Heat контроллер. И тоже устройство довольно-таки новое, оно уже почти появилось у нас на рынке, и скоро мы будем его тоже продвигать у нас на Ютубе, на Инстаграме, тоже скоро его увидите. Но оно, в принципе, очень похоже на вот Danfs Living Connect. Только оно питается не от батареек, а от своего маленького аккумулятора. Точно такой же, только без кноп... Точно такой же, только без кнопочек, есть термоаригуратор Eurotonic Stella Z. Он довольно-таки дешевый, по сравнению с Danfs. Но, в принципе, все те же самые функции исполняет, то есть закрывается, открывается так, как надо. Также есть беспроводной термостат, который вот, он очень тоже похож на те, которые мы скиднули. То есть, это просто термостат в симпатичном корпусе, который может быть центральным термостатом, выставлять нужную температуру на вот как раз-таки наших Danfs'ах и Stell'ах. То есть, он выставляет центральную температуру, и Danfs'ы ей следуют, и, как бы, догревают до той температуры, которая стоит на Danfs'е, за той ФРС. Да. И еще есть клапан перекрытия воды, тоже может использоваться для отопления. Это клапан называется Pop Flow Stop. Клапан называется Pop Flow Stop. То есть, он шаровый, он надевается на специальную ручку, на кране, да, то есть, мы увидели такие ручки, которые перекрываются путем поворота. Вот он надевается с помощью хомута на трубу и поворачивает ручку на закрытие и открытие. Очень просто, быстро ставится и, в принципе, пользуется успехом, так сказать. То есть, его часто ставят там просто на перекрытие всей воды в доме, допустим, да, то есть, вместо такого вентиля ставят просто вот такую ручку и ей пользуются. По мультимедиа, конкретных там девайсов Z3F нет, потому что вообще Z3F не рассчитан на мультимедиа, но вот есть такое... Вообще все, вся мультимедиа настраивается непосредственно как? То есть, просто мы делаем какую-то HTP-прокладку как? То есть, просто мы делаем какую-то HTP-прокладку и делаем HTP-запросы на девайсы, которые это поддерживают, и включаем разную музыку с помощью вот этих вот команд. Или же открываем приложение, которое, допустим, есть уже в контроле, там, допустим, Sonos приложение, и таким способом, таким приложением интегрируем этот Sonos к нам в контроллер. И всем этим управляем. Но есть такой вот девайс, как Remotec ZX310. По сути, то же самое, что и Remotec 120, только более сложный в настройке, работает только в одном контроллере, как оказалось, поэтому я не рекомендую на него внимания обращать. Итак, еще раз повторим про Remotec ZX310, потому что он точно так же может управлять и телевизорами, и любой AV-апературой, и вообще, в принципе, чем угодно. Виктор, что за Broadlink? Скажите нам, пожалуйста, почему это конкретно наносится. Расскажите нам немножко... Что за Broadlink? Скажите нам, пожалуйста, почему это конкретно наносится. Расскажите нам немножко поподробнее. Можем с вами даже подискутировать. Вот. И вот формат еще один из этих устройств. Есть DIY, то есть Do-It-Yourself. И тут есть пару устройств, и они реально очень крутые, в плане того, что с ними можно сделать очень много вещей. Виктор, ну, если... Ну, возможно, проще было... Это для вас будет, если Алиэкспресс в помощь еще для какой-то серьезной системы автоматизации. Если будете делать с Алиэкспрессных устройств автоматизацию, то, в принципе, окей. Я, честно, не против. Может быть, и проще. Если бы рассказали, возможно, я с вами согласился. Но вот если в помощь Алиэкспресс, то ладно. Хорошо. Есть Fibaro Universe Sensor. Устройство, которое обладает... У него есть два бинарных выхода неуправляемых, то есть есть просто два релешки, две релешки сухими контактами на выходе, которые замыкаются и отправляют сигнал на сработку. Эти два выхода не управляются, именно с интерфейса они управляются только контактами, которые есть на этом устройстве. То есть к нему можно подключить различные датчики, можно датчики бинарные подключить, можно подключить OneWire датчики. И, соответственно, с помощью этих бинарных выходов, точнее, входов, можно интервировать в наш... Ну, вот за твой дом какую-то скуд-систему или какую-то другую систему, типа для вневедомственной охраны, чтобы... Чтобы, соответственно, переносить все сработки аналоговых датчиков обычных, переносить... Переносить все сработки аналоговых датчиков обычных, переносить в интерфейс умного дома в том числе. И также есть еще очень хороший девайс Зуны, который, кстати, уже наконец-таки появился опять у нас в России. Что это за девайс? Это девайс просто как швейцарский нож в затвейх мире. То есть из этого девайса можно сделать, в принципе, все что угодно. И как это можно сделать? В общем, девайс... Ну, то есть это готовое устройство, которое похоже на Ардуино и которое настраивается в той же среде, что и Ардуино. К этому девайсу мы подключаем различные датчики, то есть это могут быть датчики температуры, влажности, почвы, освещенности. Подключаем как? То есть у нас есть макетная плата, допустим, мы на ней размещаем Зуну. Мы также к Зуне протягиваем с помощью провоточков, протягиваем разные датчики температуры и начинаем все это прототипировать. То есть мы делаем, после этого пишем скетч для Ардуино, заливаем всю эту на Зуну. И, соответственно, все это работает как уже готовое Зуну устройство, как готовый датчик температуры. После этого мы можем уже его в корпус поместить, какой-либо, который мы захотим, и уже получим готовый продукт. И, соответственно, для чего же Зуна используется? Для различных интеграций. То есть с помощью нее, в принципе, делается любое Зуну устройство, и можно сделать такую прослойку на любой другой протокол, потому что у нее очень много ножек различных, и там очень-очень много различных выходов. То есть там и Digital PIN есть, и Analog PIN есть, и Warth-овские, и, в общем, куча-куча всего прям. Warth-овские, и, в общем, куча-куча всего прям. И также поговорим про комплекты. Комплекты есть какие? То есть, по сути, можно сказать, что у нас есть два комплекта. Умно-удобный дорогой комплект. Это фибарский комплект. Просто, по сути, сборник пяти-шести устройств. То есть это контроллер, это четыре датчика, и одна розетка. Ничего необычного, просто готовый набор, который вы можете подарить кому-то, использовать его как подарок, и, соответственно, дать начало умному дому с помощью вот такой коробочки. Есть также еще один комплект. К сожалению, я о нем говорить не могу, но вы можете о нем все самостоятельно узнать. Дело в том, что одна из компаний делает такие вот комплекты для людей на федеральном уровне. И, соответственно, есть такой еще комплект, им тоже можно воспользоваться, с ним можно даже поиграться, его приобрести. Он намного дешевле, чем фибаровский. Если немножечко погуглите или кого-то поспрашиваете, типа, меня, допустим, я об этом все расскажу, но как бы это не могу курить в открытую, потому что, ну, это же запрещают мне. Ну, как-то немножечко я приоткнул завесу. Вот. И в итоге, что мы получаем по... Дайте уже подытоживать. Что же вообще получается, что такое вообще за твейд? Да, то есть... Это... То есть, в принципе, это довольно простая система, которую может настроить обычный человек. То есть тут... Система, которую может настроить обычный человек. То есть тут каких-то вещей прям супер-мега-замороченных нет. То есть к простым вещам я отношу вот освещение, да, то есть мы там настраиваем... С помощью шумных розеток автоматизируем торшеры, да, то есть мы там климат, то есть мы там к теплому полу заменили наш термостат, у нас же теплый пол лежит, мы там термостат заменяем, тоже теплый пол управляется там. Кондиционерами тоже с помощью вот этого ГИК модуля можем управлять. Каким-то еще отоплением можем утоплять, точнее управлять. Ставим датчики Z-Wave самостоятельно, то есть просто приклеиваем их и все это работает. Замки даже можем сами поставить, да, то есть в принципе это все просто и такие базовые примеры, с которыми в принципе любой человек справится. Но есть и более серьезные вещи, то есть это уже те вещи, которыми занимаетесь непосредственно вы, то есть это видеонаблюдение, какие-то охранные системы, это интеграция котлов, это вентиляция, Это то же самое, просто прокладывание проводов, интеграция на другие протоколы, ну и, соответственно, счетчики интеграции, какие-то моторы. И самое главное, то есть это грамотный сценарий. То есть если пользователь настроен неправильный сценарий, то у нас есть два плохих исхода. Первый исход – это падает полностью весь контроллер из-за того, что на нем идет перегрузка большая во второй. Это сценарий, который не удовлетворяет клиента, и, соответственно, он хочет их всех переделать, а это лишнее время вам, это головняк клиенту и вообще-то тоже лишние нервы. Поэтому грамотные сценарии, которые продуманы изначально, они очень важны, и это на самом деле на этапе инсталляции, в принципе, я считаю, самое трудное, что нужно реализовать. Вот. И теперь, по сути, заканчиваем мы таким вопросом, как частотный вопрос. То есть проблема в том, что много людей приобретают оборудование на российской частоте, но еще больше людей приобретает, может быть, не больше, может быть, уже меньше, но приобретает на европейской частоте. Это неплохо, это показывает то, что у людей заинтересованность, но просто никто не хочет немножко больше платить за то, чтобы получить качественный продукт. Я не говорю то, что европейская это некачественный продукт, просто там идет меньше поддержки, и, по сути, в этом такое единственное различие от Европы с нами. Но, опять же, нужно понимать, что покупки из-за рубежа, они просто рушат рынок, да, то есть они не позволяют зарабатывать компаниями, которые ввозят легальный оборотник, которые ввозят его не в серую, которые ввозят его в белую, которые тратят на это огромные деньги, которые пытаются тут развить весь концепт автоматизации, да, и, соответственно, развить, в принципе, рынок ЙОД, рынок умного дома в России. Поэтому, ну, выбор за вами, вы можете покупать на Европе, никто вам ничего не скажет, никто вам там ничего не проверит, но, в принципе, если делать серьезный бизнес, то работать с Европой не получится, потому что там нет нормальных поставщиков, в принципе, в Россию. Ну, вот я потихонечку рассказал, тут, в принципе, все, на этом все, тут вы видите.